Древняя традиция Когда-то с иудаизма То же самое, как и традиция Именно начинать Богослужебный день с вечера И начинать цикл недельных Богослужений всех Начинать именно с воскресного дня И заканчивать субботы вечером Годичный цикл Богослужения Начинать с сентября месяца От времени то, что евреи называют Рош Хашана По православному называется Лето Индикта То бишь это Новый год Православный церковный Новый год И на самом деле Я так размышлял В церкви православной Очень много корней Несмотря на то, что Я вчера разговаривал Я вчера говорил об этом Кто был вчера? Кто был вчера? Многие были на них Позавчера тоже говорил Но вчера я акцентировал Что с мясом Отрывали порой политики Императоры церковь От еврейских корней Сегодня пришло время возвращаться К корням нашим Нашей веры И этот процесс Он межконфессиональный Это не только удел одной динаминации Это происходит повсеместно Сегодня по всей планете Это движение в целом Тела Христа В одну сторону Исполняется древнее пророчество Которое говорит Помните Вот был в феврале праздник Сретения Кто слышал Это праздник людьми установленный Да, он не господний Но он Время празднества этого Вспоминают События Сретения В храме Когда младенца Христа Принесли В храм Иерусалимский Чтобы совершить Одним законный обряд Принести жертву За него Жертва была Оговорена в Пторе В Пиблии Жертва была Агнец И голубь Но там говорилось Есть поправки Что если семья Еврейская Бедна И у них даже Напервенца Хотя по Талмуду Говорится Что должен продать Все Отец Но купить Агнца Но у них видимо На самом деле Кризис Был в то время И они не могли Принести Агнца Но они Смогли раскошелиться Только лишь на Минимальную жертву Говоренную в Торе Там говорится Голубем заменить И поэтому За Иисуса Принесли Не то что Было сказано Изначально Агнца Но принесли Двух голубей Это была Минимальная жертва Но Иисус Видел сердца Марии И Иосифа Он видел Что они это сделали От сердца всего Бог Дух Святой Мы знаем Почевал на одном Из тех людей Была поручица Анна Но был Симеон Помните Да Какого И Симеон По вдохновению Не просто Традиционно А Дух Святой Побудил его Прийти в это время В храм И он увидел Младенца Он увидел Семью Молодую И Что это такое Дух Святой Он что-то сказал Удивительно Это не была Даже средняя Такая еврейская семья Это была Ниже среднего Семья Финансово Потому как Я говорю Что они принесли Минимальную Саможертву Я не думаю Что Иосиф Был Скупердяем Простите за это слово Я не думаю Что он был жаденый Написано Он был благочестивым Человеком То есть Это на самом деле Было его Искренним Таким поступком Я думаю Что некоторые Может быть Отцы говорили ему Вот за первенца И не может принести Нормальную жертву Может быть Кто-то ухмыльнулся За него Говорил Вот тебе и еврей Видимо Нет благословения На него жизнь Потому что Праведный человек Должен быть богатым Это было Суеверие Распространено В то время В народе Божьем И знаете Что интересно Хотя Иисус Оломал эти стереотипы Рассказав про одного бомжа Помните По имени Лазарь Который был на лоне Авраама И про одного богача Который пиршествовал Не просто там Перекусил Макдональд С друзьями А пиршество Блистательно написано То есть Все вечерние новости Сообщали Опять В шоке Опять Новые повара Опять новое блюдо Светские хроники Описывали Какие у него явства Какие гламурные гости Какие звезды К нему приходят И наверняка Он пишется Блистательно Но это не спасло его Богача взяли И в ад Бросили Это ужасное событие Мы не злорастуем Конечно Но у него не была До конца Прожена совесть Когда он увидел Того бомжа Он вспомнил все Он сказал Кое-что Он хотел Чтобы его братья Не попали в это место Потому что он видел Что они живут Такой же жизнью Как он Непутевый Не думают о других Только о себе Под себя грибут А это есть хуже всего Глаза всемогущего Бога Эгоизм И да господа Братья и сестры Так вот За Иисуса была минимальная Принесена жертва Но Бог видел сердца Иосифа Сердца Марии Сердца Марии И он благословил их И Симеон сказал Удивительные слова Вспомним их Он сказал Среди прочего Во второй главе Луки Написано Что Иисус Она видит И знаете Окружающих людей Даже с пеленать Пришлось погребаемые пеленами А волку принесли Среди прочего Даже с мирную Думаю Мария очень большой стресс переживала Как верующая Как богобоязненная женщина Но она Осталась верна Да Она пошла на поводу Порой У мнения семьи Пришли однажды Забрать Иисуса С проповеди Потому что Слух пошел Не только по Назарету Но и по окрестностям Что он Ну Как в Украине Как Божий Вильный Вышел из себя Сумасшедший И Плюс еще Злые языки Говорили еще хуже В нем бес Как бы было На чем подумать Семье Тем более Что придя В свой родной город Мария К сожалению Она не увидела чудес И многие горожане Говорили Вот А мы же говорили Это аферист Мы же говорили Он саморегин вообще И вообще В нем бес Друзья Я скажу Что Господь Он благоставляет Сегодня Нас Но я вернусь К пророчеству Собственно Что Иисус Несмотря ни на что Он Исполнился Как Слово Божье Как послание Бога Как Логос Иисус Свет к просвещению Всех народов И вот одна из иллюстраций Вот наше это собрание Корейцы Русские Украинцы Разные люди Там в собрании Был черный Джон Я взял газету Церковь Христа Газета И там Как раз Я очень порадовался Я очень люблю Когда на божке черный Мне очень нравится Черные братья Когда они в Господе Без Бога Это очень плохие грешники Сталкивался Но без Бога Знаете и белый Он хуже черного Да Как Мартин Лютеркин говорил У меня черная кожа Но у меня белое сердце Но я знаю многих белых У которых белая кожа Но черное сердце Пусть у нас Будет белое сердце Будет чистое Омытой кровью Христа И господа Удивительно Я напоминаю Слово пророчество Сказано Что он есть свет Просвещения всех народов Это произошло Больше или меньше Это исполнилось Но есть вторая часть Пророчества Это древнего Говорится Что он слава народа Своего Израиля И это исполняется На наших глазах В особенности В 20 веке Но еще в 19 Были откровения Некоторым христианам Христианам-сионистам Еще до возникновения Сионистского движения В еврейском народе До Теодора Герцера До других братьев Христианам Были откровения В частности В Чехии Моравским братьям Об этом есть много свидетельств В сочинении своих проповедях Они говорили Что Бог Посмеется Над всем антисемитизмом Христианства Бог вернет Свой народ в Израиль Именно в Израиль Никуда-то еще Он не ошибется Он придет на место И будет снова Страна такая Израиль Евреи будут жить там Знаете ли Моравских братьев Считали суперсектантами Их очень ненавидели порой Другие христиане Католические Другие протестанты Кто-то его виска крутил В лучшем случае Кто-то их лупил Кто-то их убивал Но эти братья Имели откровение Великое откровение Они молились Глазами веры Видя государство Которого нет на карте И весь христианский мир 99,9% 99,99% Так же так скажу Христиан тогда Не верили этому Даже наоборот Все лидеры христианства Тогда Они категорически Против Были этого откровения Моравских братьев Презирали Я собираюсь в Чехию В этом году Даст Бог Я хочу послужить там Я был в Моравских церквях В старых церквях Где было когда-то Пробуждение На территории Германии Теперь я хочу в Чехии Посетить церкви Да Это как бы Искорги Отголоски Былого великого движения Самого продолжительного Во всей истории Христианства Пробуждения Вообще-то Которое очень сильно Повлияло на евангелизацию 20-го столетия Разных народов земли Это исторические факты Господа Так вот И я скажу следующее Что несмотря на то Что христиане Лидеры христианства Католицизма Протестантизма Православия Не воспринимали серьезно Но есть Бог на свете Который верный Своему слову То Краеугольное Основание Антисемитизма Мирового христианства Еще в четвертом столетии Произнесенное Энзом Таустом Василием Великим Многими отцами Каппадокийцами Другими Говорившее Что якобы Бог Навсегда Разневался На свой еврейский народ Навсегда Отвернулся От евреев Навсегда Рассеял их И никогда Не бывать Такому государству Больше Больше того Евреям тогда Законодательным Было запрещено Даже вблизь Иерусалима Селиться Порой под страхом Смертной казни Ну Византийцы любили взятки Поэтому В некоторое время Удавалось Поселиться там Но Это было Знаете Домоклов меч Весел Над этими Патриотами Героями Скажу что Бог Живой В 20 столетии Совершил чудо 14 мая 1948 года Когда декларация Была провозглашена Независимость Израиля Государство Образовалось Знаете ли Многие Крутили у виска Даже христиане К сожалению Очень немногие Христиане Тогда К сожалению После Второй мировой войны Поддержали Израиль И многие Сомневались Даже протестанты Но были Среди протестантов Особенно Америки Те христиане Которые Перехватили волну Моравских братьев Потому что За океан Пришло пробуждение Тогда Моравских братьев В США Америка Рождалась Дух нации Рождался В огне Пробуждений Духовных Первая волна Пробуждения Баптизма Второй Второй волна Баптизма Волна движения Святости Формировался Дух наций Это удивительно И декларация Независимости Начинается Словами Мы народ Перед Богом Знаете Когда Израиль Был Образован Многие Политологи Говорили Известные Грамотные Просчитывавшие Все Шахматисты Велики Будем так Говорить Политики Говорили Что Израилю Не прожить И несколько Месяцев Другие Говорили Ну может Быть Айны Кляйны Год Два Сколько Протержится Израиль Пока Арабам Не вздумаются Его Ликвидировать Знаете Что была война И Совершилась Невероятная Безоружная Фактически Как говорится Без портков Но в шляпе Они сражались За жизнь Они сражались И вот эта песня Она потрясает Свою мощью Мы часто поем Ее у себя в церкви Тоже Я пою на русском Сердце Не угаснет Священный Огонь Будет стремиться Еврейская душа Будет стремиться К востоку На Сион В землю отцов Что Бог нам обещал Нам надежда Освещает путь Мы две тысячи лет Ее храним Будем снова Народом и свободным На Сионе В Иерусалиме Спасибо Господь Спасибо Драгоценный Спасибо Бог Знаете Каждый раз Когда враг Уполчался Мы знаем Наверное Ситуацию политическую Следите Даже по зомби Ящику И то Порой Правда Проскакиваем И мы видим С вами Что на самом деле Сегодня Тьма Сгущается Сегодня В Израиле Можно В Израиле Многим Можно петь Вот тот старый Большевистский Гимн Вихри враждебные Вильют на дна На самом деле Сегодня Вот как бы Нешуточная Ситуация Вот из всех Проблем Которые были После образования Государства Израиля Наверное Это самые серьезные Сейчас проблемы В очередной раз Быть или не быть Проблемы Тут у нас такие Что есть Все шансы Исчезнуть Государство Израиля Вообще Как таковому Территориально Вообще полностью Оружие такие К сожалению И Россия Поставляет сегодня Снабжает террористов К сожалению Это факт И В Туле В частности В вооруженном заводе В три смены Люди работают И все В основном туда идет Оружие Стрелка От пистолетов До Все скупается За бесценных За копейки Туда шлется И шлется оружие Вагонами Самолетами Но как бы Они вооружались Я знаю Оружие Оружие сделанное Где угодно Против Израиля Оно не состоится Бог заступится За свой народ За свой народ Колдемайн Когда было Очень тяжело Тогда в истории Я много примеров Могу привести Потрясающих Но есть такие Трогательные очень Она звонила Президенту США По экстренной линии Просто И прямым текстом Некогда было не шифроваться Ничего Просто вопрос был Часов жизни Израиля Часов именно Даже не дней уже Это все понимали Нормальной политики Что оружия не было Один танк И тот через раз Стреляет И вообще-то Старое оружие Которое Ну еще Второй мировой Трофейное И многое Это оружие Оно фактически Ненормально работало Только по вере Можно было с таким оружием Бежать В атаку И стрелять Это же Это боевая женщина Настоящая Исфирь Знаете Она Звонила Президенту И все Открытым текстом Что Мы погибаем Спасите нас И знаете На том конце провода Чудо произошло Об этом Многие Сегодня проповедники Вспоминают Много очень Мессианских Слушателей Об этом вспоминают Тоже На том конце провода Была тишина Президент задумался Представьте От человека порой Зависит Быть или не быть Народу Было на чем Задуматься Исфирью В свое время Тот президент Скорее Он был Исфирью Хотя он был мужчиной Но По факту По статусу Он по сути был Некой тогда Исфирью И знаете что Это было время скандалов В Америке были скандалы СССР тогда спонсировала Коммунистическую партию В Америке Чтобы Просто-напросто Завалить Америку изнутри И Скандалы раздувались На ровном месте Лишь бы президенту Убрать этого Потому что В СССР понимали Пока президент был там Каши не сваришь На Ближнем Востоке Они предчувствовали Знаете Сатана порой Знает больше чем Христиане Помните Себе с их плечами Иди от нас Выйди И знаете что Несмотря на скандалы Советники говорили Пожалуйста Нет Господин президент Пожалуйста Нет Это похоронит Вашу карьеру Вы Вылетите из белка Это политическое самоубийство Вообще И не только ваше Но И все партии Республиканцы полетят Вообще С Конгресса Сената После таких Когда узнается Что Столько оружия Новейшего Голдамая Как раз и говорила Нам нужно оружие У нас есть Горячие еврейские парни Нам нечего им дать Просто Дайте нам что-нибудь Со склада Второй мировой Я не знаю откуда Но дайте нам что-нибудь Какие-то танки И на том конце Провода была тишина Историки пишут Что президент молчал Но это боевая женщина Она говорила Говорила Потом Прозвучал голос Что вам конкретно надо Называйте Это как В том Помните В той юмористской Еще советской Кто помнит Когда Попадает В такой Склад Где все есть А что у вас есть А что вам надо Это есть Есть Сколько Два Три Нет Пять Потом В СССР Дефицит И человек Растерялся Когда все есть А это есть Даже выдумывают А это есть И это есть Конкретно Мужчина Говорите Что вам надо Да что мне делать Знаете Человек растерялся Я понимаю Душу Растерянную Представьте себе Вот если вы оказались бы Соломон Он даже оказался в такой ситуации Просил что хочешь вообще Но слава Богу Соломон был Не таким чутоком Слава Богу Он был не совком Не совком Слава Богу Соломон Он смотрел В сам корень проблем И он понимал Сейчас даже если Бог Его вооружит до зубов Даст ему колесницу И все Это не поможет Бог Дай мне Мудрость Я ведь столько Жек принес Но дай мне Мудрость Пожалуйста Я прошу Народ великий Знаете потрясающе А отважная еврейская девушка Женщина Она продолжала говорить И она Просто по вере Стала говорить Сколько Ну реально Министр Тогдашней обороны Сказал примерно Ну уже для выживания Минимум Сколько танков Потому что СССР Вооружило всех этих арабов Они имели Новейшие танки Тогдашние Они имели технику Автоматы Все до зубов Были вооружены И Это было нешуточное Противостояние И знаете А потом Президент уже на пенсии Да это скандал был На самом деле Разразился Демократы подарили Такой вой Такой хай Хуже чем сейчас даже Они Вообще Просто Ну простите Слово такое Обгадили Президент И просто На самом деле Он был в нуждном уйти Раньше И на самом деле Республиканцы потерпели Там тогда Ну серьезную трещину И только Рональд Рейган Он выправил эту ситуацию Потом в последствии Но Знаете что интересно Знаете что интересно Кстати в чем Принципиальная разница Для тех кто может не в курсе Урок политформации Бесплатный Значит В чем принципиальная разница Нам это в школе не говорили И по ящику нам это не говорят Как правило И даже на Википедии С трудом можно докопаться Да Именно в чем же разница Значит Как бы основная А в чем спор Собственно республиканцы Демократы Вы как вы уже поняли Я за демократов Но Я за республиканцев Потому что Демократическая партия Ее как бы Там много хороших людей У меня есть друзья в Америке Которые в этой партии И я их уважаю Это хорошие люди Но Честные баптисты Я их знаю Но При всем уважении К этим людям хорошим И подозреваю Что там много Очень хороших людей Но есть что-то фундаментальное Которое Портит Корень гнилой Он все дерево Убивает И Основа Как бы Стратегия Демократической партии Это вам может быть важно Для молитв Для стратегических молитв Это Молитва очень много значит Я верю в то Что Бог может закрывать небо И Бог может открывать небо Я верю таким чудесам Друзья Я сниму к типу православного Она в отличие от еврейского Очень жарко Да И чтобы Мозги не вскипели Сейчас под этой Все-таки зимней скуфе Знаете Я расскажу вам все-таки Так вот И Принцип демократический Изначально он Порочен Он не библейский Изначально Хотя там много христиан Знаете И было И есть И вот Там говорится Что Нет ничего Все относительно Нет ничего По сути Неизменяемого То что народ Провозносит Проголосует Так и будет Это будет законом Аксиомой Нет ничего Неизменно данного Кстати Отцы-основатели Были не демократами Они демократию не любили Отцы-основатели Почти были все Республиканцы По своим убеждениям Хотя назывались Некоторые из них демократами Но в то время Была другая ситуация Совсем Так вот И Принцип республиканский Что при Даже голосовании Большинства людей Есть принципы Которые неизменимы Никогда Джордж Вашингтон Который заложил основу Этой свободы Американской Он сказал так Знаете ли Как и еврейская Свобода Так и американская И вообще Свобода человеческая На чем тогда же основана И Джордж Вашингтон Утверждал Что основа свободы Это Бог и Ивле Он говорил это На полном серьезе Не шуткой Не просто заявляя Что это Как бы вот Ну это для красного Политика говорят А сами потом Что-то другое делают Конституция была основана На писании И много очень Принципов христианских Было заложено И отцы основателей Некоторые говорили Томас Джефферсон Допустим Портретов много на долларах Можете Как бы Узнавать многих из них Насчет По долларам Так вот Если у вас есть Так вот И что интересно Утверждалось следующее Что даже если Подавляющее большинство Населения Америки Скажет Нет допустим Заповедям Бога Они неизменны Они не меняются Никогда Десять заповедей Были вывешены В декларации Независимо было подсказано Другие документы Первые Были указаны Конкретно Потом враг Стал сеять Конечно же Многие плевелы К сожалению Проспали Многие мужи После отцов-основателей Были к сожалению Многие недостойные Люди Которые вели Греховный образ жизни Джордж Вашингтон Говорил Очень радикальные слова Все время Он говорил Что если Конгресс Проголосует Допустим И это будет принято Но если это противоречит Библии Я не послушал Конгресс Это очень радикально Хотя Конгресс Символ Орел И мир И война Может объявлять Но есть кто-то выше И Вашингтон проводил Время в молитве Ища лица Божьего Утверждая Что это есть основание Принятие решений Не что-то другое Даже не решение Конгресса И Это очень радикально Но это не монархия Это Божья монархия Какая-то Это Божий приоритет И знаете ли Друзья Также Вашингтон говорил Такие слова Что если кто-то Из член Конгресса Он в грехе Решение можно не принимать Это Против Бога Против Библии В грехе Поэтому он требовал Кристальной чистоты Планку так высоко поставили Что до сих пор Хотя сейчас Атеисты Гомосолисты Коммунисты Исламисты Кто только не лезет сейчас наверх Знаете ли Но все равно планка Так высоко поднятна Что пониже ее Пытаются поставить Но все как-то не получается Фундамент мощнейший Знаете как вот Фундаменты церквей Старых Там взрывают Соседние дома валятся Я знаю много таких случаях А это здание Церковное Стоит себе и все Там уже соседние Пятиэтажки обрушиваются Я такие примеры знаю Парязанская область В Абрянской области Вот как строили Простые мужики И там кирпич уже бьют А этот цемент Хороший Не отстирывается И не ломается Вот могли же А люди сделать И вот Очень важно Какое основание Даже если это Колосс Золото Серебро Смотри на фундамент Если фундамент Железа Глина Сено Солома Это все рухнет Рано или поздно Камень Бабахнет По этим ногам Главное Вовремя Направить Давиду В молитве Этот камень Очень важно Иисус бьет Без промаха Если наш глаз Приточен в молитве Слава Богу Друзья мои И коня Приготовляют На битву Победа Она от Господа Аминь Да Как в том Анидосе Когда Иисус играет Вольф И раз Промазал Ну и шарик Вдруг Папа Пожалуйста Я не мог бы Сам поиграть Вообще Вот Как бы Разные ситуации Но К делу Тогда Президент Мы остановились На этом эпизоде Когда на одном конце Еврейская женщина Героическая Да еврейская женщина Но Да голода Но у нее Не было этих оружий Она видела ребят еврейских Готовых на самом деле Легче костми Но Знаете Шапками не закидаешь Это слишком авантюрно Они верили Они молились Они попили к Богу Но Все было как бы Звучит На том конце провода По этой президентской связи Которую наверняка Простушил Все это знали Потому что В то время Шпионство было Потрясающе Ну как бы Это был пик Противостояний И что интересно Бить вольт без всякой шифровки Прямым текстом Все шло И знаете что Я думаю в Кремле Там стоит дыхание От ужаса Что же скажет Господин президент Хотя до сих пор Неофициально Не рассекрично Но есть Ну почти 100% Предположение Что прослушивался Или мне И голода Ты понимал Прекрасно И что интересно Президент Потом уже Будучи в отставке На пенсии уже Вспоминает Такую историю Он слушает Эту еврейскую Женщину Очень возбужденной Говорящую И он понимает Что сейчас он Скажет да Голова с плеч Политически Он потеряет все Над чем работал Многие годы Его состояние Было очень шапким Тогда Еле-еле В Конгрессе В Сенате Его отвоевывали Сторонники Еле-еле Настолько Что там Каждый дебат Заканчивался Чуть ли не свистом Уже Все А свистом Президента То есть Это были нешуточные Скандалы Тогда Это просто Мало времени Рассказать это все Это подробно Это потрясающая история Вообще По силе своей Очень потрясающая Целая проповедь Из этой истории Можно родить И знаете что Президент задумался Вдруг ему Ни с того ни с сего Вспомнилась Одна история С глубокого детства Он вырос в семье Богопоязненных христиан У нас их называли Трясуны Квакеры Значит Это Те которые Молились Тряслись Многие Думали Чудаки какие-то Но они На самом деле Они очень любили Господа Вспомним Пенсильванию Да Уильям Пен Сын британского адмирала Который вложил Огромные суммы По тем временам Купил себе целый штат Так Немного земельки Целый штат И сказал Живите люди добрые Кто хотите Но главное Любите Бога Читайте Библию Не завидуйте Не враждуйте Берите столько земли Не просто там Как говорится Что не сенту под откусываю А вот это под помидоры еще Вот А берите то Что вы можете реально обработать И Пенсильвания была освоена потрясающе То есть Квахерская Извиняюсь Я очень люблю Пенсильванию Я там бывал Не раз Но В этом штате Знаете Он такой сельский На немногие смеются до сих пор Но Когда Доходят очередь до покупок В магазинах Если деньги позволяют Всегда Не калифорнийский Мы это возьмешь Не что-то еще А пенсильванский И где есть Амиш продукт Где есть Клеймо Амиша То есть Как бы Смеются Но уважают Это потрясающая история Так вот И Президент вспомнил Детскую историю Его мама Она была бы Очень богобоязненной женщиной Она часто тряслась У кого в детстве Может Вспоминаются Сейчас какие-то кадры Какие вы всю жизнь помните Кадры Какие-то эпизоды Может быть Они вообще Даже родители ваши Не вспоминают Забыли уже Давно А вы помните Я допустим В Ростов приезжал Для меня Ростов-на-Дону Это один из Многих городов Где я проповедовал Но для моей Танечки Для моей средней дочери Я взял ее с собой Одну Тогда В эту поездку Я редко беру Кого одного ребенка Обычно Несколько беру детей Если есть возможность Такая Допустим На каникулах А это взял я ее одну И она до сих пор Вспоминает Такие эпизоды Я уже забыл про них Она уже Такая взрослая леди Но до сих пор Помнит Вот эти детские переживания Потрясающе Для нее Ростов-это Особый город Для меня Пока нет Ну Нет Особый Знаете почему? Потому что Вы особенные Да Это не лесть Наташа особенная Правда она уже ушла Я ее называл Наташа Ростова Из Ростова Да Потрясающе Служитель И я очень люблю Пастор Александр Что вот Сердце ваше расположено Для труда этого И Другие пастыря С кем я познакомился В эти дни Так вот Что же Вспомнил Господин президент Он вспомнил Что мама его читала Какой-то рассказ Я сейчас не помню Там точно Можете посмотреть Даже жизнеописание Президента в США Там книга такая В интернете Есть на русском языке И Она вдруг остановилась Читала Она была чутка К Духу Святому Она вдруг остановилась И очень серьезно Посмотрела на меня Так что Знаете Ребенок почувствовал Что это что-то очень такое И он запомнил На всю жизнь И она сказала ему Слова такие Я сейчас не помню дословно Может потом зачитаю Где-то Вот У меня где-то В тетради было записано Сейчас не буду искать Просто этот материал Там значит Она сказала ему Что сын говорит Однажды Она как про отчество Сказала Представляете Что однажды У тебя будет много власти А тебя будет зависеть Очень много Судьбы народов И вот тогда Говорит Помоги евреям Она это очень серьезно Сказала ему И потом Продолжила чтение Рассказа Из Библии И знаете Что интересно Вот этот эпизод Запомнился Тем более Что слова исполнялись Он делал карьеру В Сенате В Конгрессе Он еще Знаете Президента Мы сбрали Там будет уже Ну на полном серьезе Все это Вспоминаться И он сказал Да Он сказал Да Больше того Он дал даже Больше чем Просила Эта важная Еврейская женщина И он сказал В течение суток Быстро Дал Пентагону Команду Как Главнокомандующий Отдал команду Быстро И не ставим вооружение Которое уже Хранится Где-то в ангарах В складах Новое оружие Какое только есть Американская армия Танки Голден сказал Столько Больше Вот столько Дайте танков Он спросил Вы сколько можете подготовить Ребята на танках Столько Хорошо Вот столько И будет вас танков Столько Это стрелкового оружия Столько Это грандометов Всего Полностью Так что Армия Израиля Была за один день Вооружена до зубов Арабы были в шоке Откуда Да Президент полетел Но Знаете что Он исполнил Прочество своей мамы Бог Находил порой Таких ключевых людей Истории Сфири Нас этому учат Когда мы Перечитаем эту книгу 8 марта Будет еще Совпадение Прекрасное Такой праздник Пурим И Господа Братья и сестры В истории христианства Очень много Событий Потрясающих По своей величине Но Наверное Одно из самых Удивительных Событий Это 14 мая Я снова возвращаюсь К этой теме 1948 года По сути Это прозвучала Не просто Декларация Это не просто Новое государство Образовалось На такой и так Пестрой политической Карте нашего мира Нет Это было чудо Бога Бог Выбил стул Из-под весельника Бог Выбил стул Этого новозаветного Амана Знаете Он захлебнулся У своей же ненависти Как произошло Бог Амана В смысле Идеологии Антисемитизма До сих пор Хрипит этот Еще рогатый Но Это его хрип уже Его сочтены дни Потому что Фундаментальное Основание Для антисемитской Идеологии Было выбито Тогда Когда образовался Израиль Сегодня Вынуждены Затутся Господа Этого Смита Те которые Не верят Порочеству Те которые И верят Тоже Потому что Бог исполнил Свое слово И Дарик Принс Многие Разные Динамидации Проповедники Говорили И говорят Я очень Солидарен С этим Как христианин Как христианин Я Солидарен С тем Что Господь Он Показал Всему Человечеству Как бы Финишную Прямую Историю Цивилизации Господь Наш Грядет Иисус Не за горами Господь Грядет Сегодня В результате Такой Антиамериканской Антихристианской Политики Господина Обамы Сегодня Рушатся Основы Они и раньше Рушились Но Этот господин Сделал то Что не сделали Десятки других Президентов Антиамериканской Направности И Впервые В истории США Свыше 3000 назначений Администрации Президента Ни одного Евангельского Христианина Это впервые Вообще В истории Америки Во главе Администрации При назначениях Назначил Откровенного Гомосексуалиста Директора Нью-Йоркского Зоопарка И тот туда Каждый тварь По паре Принес И сатанистов И исламистов И коммунистов Социалистов Гомосексуалистов Кого только Он не принес туда В администрацию Раздал портфели Большие и малые Многие христиане Я как раз был Там Как раз Когда оглашались Выборы Многие христиане Плакали На коленях Плакали Проспали Америку Плакали Христиане Баптисты Песятники Русские Американцы Коренные Плакали Но не все Плакали Некоторые Были в эйфории И думали О черный президент Классно Почему бы нет Но верующие Те кто знали Бога Читали Библию Они понимали Что если Программа Президент Этого Ничего нет Доброго Все для разрушения Америки Все для разрушения Христианства И больше того Антиизраильская Впервые в истории США Антиизраильская Политика Которую сейчас Выравнивают Близкие выборы Но Но друзья мои Он Не замолюет Своё лицо Он не закрасит Его И я верю И молюсь о том Чтобы этот господин Больше никогда Не был в Белом доме Я не против черных Я не расист У меня есть друзья черные Но Я скажу Что у этого черного Черное сердце Это судя по его решениям И впервые в истории США Впервые в истории Америки Президент Страны Лидер Свободного мира Заявляет на всю вселенную На весь мир На конгрессе В Каире В других странах В других городах Заявляет На международных симпозиумах Что Америка Никогда не была вообще христианской Удивительно Этот господин забыл историю Америки Он Где он родился вообще Знаете друзья мои И скажу После вот этих Лихих лет Этих последних Многих христианей Я был как раз В очередной поездке 20 штатов проехал От океана до океана Проповел в разных церквях В основном кстати В мессианских синагогах Общинах Русскоязычных Англоязычных И общался с разными верующими Очень разными В аптистах Песятниках Хризматах Был ковбой Чорч Это моя Страсть такая Вторая еще Люблю Израиль Люблю ковбоев Люблю кантера музыку И люблю Хаву Нагину На именно Техасский стиль Ну это отдельно И знаете что интересно И везде Наблюдал Примерно одно и то же Даже В тихом Тихом Вискансине Даже В бурном Нью-Йорке Где Ну говорят Так между собой Американцы порой Нью-Йорк Это не Америка Это перекресток Вселенной Будем так говорить И знаете что интересно Везде В принципе Один и тот же процесс Я наблюдал Возвращение Христиан в себя Как блудный сын Многие стали Возвращаться в себя Знаете что разрушило Америку Что разрушает ее Сейчас По сей день Ну грубо говоря Пофигизм Большинства христиан Потому как Официальное население Все это Большей части Христиане Пока Христиане Прогнозы Неутешительны Христианство Живое Теряет Позиции Христианство Номинальное Расцветает Пышным цветом Эти сорняки Им вообще все Равно Им все Божья роса И лишь бы колбаса Лишь бы там Дребездельников Пенсии Хорошие Лишь бы Социальные Хорошие выплаты И ничего бы не делать Вообще И ничего бы не работать И смеяться над теми Кто вкалывает И знаете что Скажу что Это развал Он неспроста Потому что Дьявол знает Если он поразит Сейчас лидера Очень Многополярный мир Это очередная война Это очередная бойня Убери полицейского Из города Завтра объяви В Ростове Что вся полиция Вон Одни граждане Скажите О хорошо Можно нарушать Правила Но не один такой умный Другой тоже Выскакивает С такими же мыслями Как говорится И он Тебя подрезает Уже Скажет Полиция Ты может не любишь Милицию Но если что Ты звонишь Помогите пожалуйста Люди добрые Вот так Так что Это Божьи слуги Скажет Там же коррупция Там что Это Божьи слуги Они дадут отчет за себя Да Каждый даст отчет за себя Но они Богом поставлены Существующей власти Богом установлены Даже Какой выбор Сегодня не сделали бы люди Мы должны молиться И благооставлять власти Молиться Чтобы Бог Вразумлял Чтобы Бог Знаете ли Влиял Во сне Или Наявули Чтобы не оккультное влияние А чтобы влияние Духа Святого В администрацию президента В его спальню К его жене Детям К его друзьям Влияние Духа Святого Пленять помышления Это не зомбирование Как в оккультизме Это пленение помышлений Послушания Иисуса Христу И пусть эти люди Которые будут выбраны Они будут думать Хорошее Он допустим Задумает Как же еще кинуть Россию А почему бы Не увеличить Все-таки Бабушка идет Такая божья дуванчик Ну да ладно Да мы Ну как бы В конце концов Знаете Мы думаем Просто мысль Ему пришла Вдруг не с того не с сего Жиру бесится господин Нет Дух Святой Ему что-то напоминает Богатых обличает Бедных ободряет Бог Есть Бог Вдов и сирот Мне честно говоря Стыдно было Когда в Туле Я зашел в отдел Социальной защиты Населения Я даже Сделал снимки Думаю Пошлю братья В Америку В Европу Это позор Но они должны Видеть это А то скажут Что это в фотошопе Я сделал Я увидел Социальные выплаты Какие Дети Пенсионеры Старикам Я увидел Проклятие Прям большими буквами Как бы духовно Написано Проклятие Потому что Плач вдов Плач сирот Бог слышит Больше чем даже Молитва многих верующих И знаете Поэтому Мы должны Если не мы То кто Не ВДВ Не что-то еще Нет Бесполезно Революция бесполезна Очередное кровопускание Ничего не даст Абсолютно Будем Со старыми заплатками Опять Но Есть Реформация По слову Господнему Есть покаяние Перед Богом И Бог обещает Если его люди Те которые называются Его именем Не обязательно Действительность Является даже Его народом Но они называются Хотя бы его именем У нас таковых Большинство К сожалению Извиняюсь Подавляющее большинство Даже Те кто называются Его именем Но реально Таковым не являются Чего греха таить Думаю да Прекрасно понимаете У нас большинство Христиан Атеисты вообще Вопросом в Москве И в Петербурге Официально опубликованном Подавляющее божество Христиан То есть те кто Назвали себя христианином Назвали себя атеистом Как господин Белорусский президент Сказал Батько Их он сказал Что я Православный Но я атеист На всю страну На весь мир Я думаю Может он фигу В кармане держал Все таки Или Я не знаю Что он еще делал Рядом метрополит Сидит Минский Слудский И даже не покраснил И даже Не подпрыгнул И не сказал Что господин президент Извините Но это каламбур Знаете Траги комедии К сожалению Не только господа президент Это говорят Это говорят А свято место Пусто не бывает Господа Потому что на место Если духа нету Вы еще думаете Господин этот Он же Лище пестов становится И тогда Влияние серьезное Политика Это для христиан Это не для христиан Не для атеистов Не для коммунистов Не для фашистов Не для исламистов Это для христиан Я в этом глубоко убежден Хотя Есть разные мнения Но молясь там Я это не сказал пастору Моляясь там На этой змеиной Как называется На балке Можно Можно Змеевская балка Змеевская Змеевская Извиняюсь Змеевская балка Да Я как бы Первый раз просто Был там И Знаете На Бабмим Ярута Я часто бываю Когда в Киеве Мы часто проводим молитвы Покаяния И бывал на больших служениях Бывал на маленьких Просто Домашним Таким общением Молились И С верующими С евреями С теми Кто еще не принимает Даже Ишу Одна женщина Там на Бабмим Ярута Когда покаялась Знаете Это было потрясающе Я не осмелился Даже ее призвать К покаянию У меня язык не пошевелился Знаете почему Ее мама была там расстреляна Какой-то женщина Это пожилая еврейка Она пришла туда Посмотреть Что мы там делаем Знаете Не просто из любопытства Ее мама там была расстреляна Но она выжила Представляете Она выжила Одна из тех немногих Что выжили В этом ужасе Она была стреляна Ранена Она была переломана С костями Она упала в ров Ее засыпали телами И землею Она проторчала Там по землей Делая отдушину Потом выкарабкалась Как червь Вылезла наружу Таких было несколько женщин И по-моему Даже еще детек Это вылезло Раненые Поломанные В ужасе В стрессе И они ползли Эта женщина Ее мама Я эту историю знал Вначале И с Нигей Потом заходил В еврейскую организацию Мы общались И я знаю Это подлинная история Это не фальшивка И она описана Больше того Еще лет за 10 До нашего общения С этой женщиной Ее мама Имела возможность По здоровью Выступить там На Бавим Яру На очередном Каком-то мероприятии От еврейской общественности Она вся разревелась И ее прямо оттуда Скоро помощь В реанимацию Еле спасли Она говорит Что с тех пор Она слышала выстрелы Как осень наступает Сентябрь наступает Для нее это страшное место Страшное время Выстрелы Когда была молодая Туда-сюда Особо не думалась А это все всплылось И она говорила своей дочери Никогда не верь христиан Никогда Ее расстреляли христиане Католические Православные Там были С крестиками на шее Молясь В воскресном Богослужении В церкви Религиозные люди Не атеисты Больше того Когда она выползла Вот история потрясающая Представляете Она ползла Вот любовь к жизни Там Чарльз Диккенс отдыхает Вот отвергленностью Любовь к жизни Она выползла Проползла Пропахала на себе На свет Просто она увидела Какой-то свет Дребежащий Просто была не была Ползла Ей терять нечего Абсолютно Все ныло С поломанными костями Прострелянная Она ползла Представляете Эта женщина Георгия Доползла До огня Это была крайность села Сейчас там метро Уже там их Там Не помню какая станция Там она говорила Тогда Значит Лукьяновская что ли Там было село Оно так называлось По-моему Как раз одноименно было И потом там станция метро Сделали таким же названием И район так в принципе В народе называют И Знаете что Она приползла И это был христианин Но ее ждало еще одно испытание Ее жизни Очень трагичное Это был не просто христианин Это был очень религиозный Набожный человек Это был церковный староста Который распоряжался Храмом И Как потом выяснилось Это все Так вот Он увидел Эту еврейскую женщину Обзывал Последними словами Жидовку Выползшую Как червяк Вот Он сделал следующее Не дай даже попить Женщина Обезвоживание Уже страдала Женщина Просто в стрессе Кровь теряла Женщина была поломана Он бросил Как скотину Запер в хлеву Откуда она Поранена Не могла даже Выбраться Не имела возможности Никакой До утра Она провалялась там В навозе В этом всем В грязи Провалялась там Потом было следующее Этот товарищ Никто он там не знает Как назвать его Он Утром запрягает лошадь Вытаскивает ее Буквально за ногу Оттуда Как мешок С чем-то И Ну не со всей силы Но очень ощутимо Бросает ее на подводу Потому что она Она не может передвигаться уже Потеряв много крови Трясет Она в стрессе И не могла передвигаться вообще уже Она все силы отдала На то чтобы до пола Слить туда И он ее повез Знаете, когда он повез ее? В гестапо Батюшка благословил его Жудовку тугот Туда По адресу И он повез ее В гестапо Когда сдал ее в гестапо Не все батюшки были такие Конечно Нет, нет Были некоторые Но к сожалению Это были как по островскому Лучи света В темном царстве Были те священники Да Глаголев Тот самый Который прятал Несколько семей еврейских И у себя дома И в церкви В подвале И слава Богу За таких героев Но это были Единицы И Подавляющее большинство Священников Наоборот Сотрудничало с гестапо Выдавало Ходило по церковным книгам Даже те Кто паспорта Там Меняли Они выдавали 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 Этих людей И Она была еще жива Представляете Слава Богу Но это очень большой вызов Христианам И она своей дочери Говорила всегда Она плакала Тряслась Она говорила Бог присутствовал Не мы ее уговаривали Я даже не риснул Призывать ее к покаянию Мне было стыдно Я в Риасе С крестом на груди Как тот батюшка Что ее мать Отправил Старосту туда По сути на смерть Но она выжила Вот всем смертям на зло Знаете вот есть такие Что живучие вообще Вот как бы Все казалось бы Да против них Они живучие Я не знаю почему Бог знает Бог сохраняет историю Наверное Вот Жизнью этих людей А то забыли бы давно Боже И за Харьем И все Сегодня многие умники В Европе говорят Во Франции Особенно Там бывал в Ливе Во Франции Кричат Пишут плакаты Холокоста не было Евреи придумали Там не только арабы Там и белые Французы Тоже с ними вместе Социалисты Эти коммунисты Повылазили Вся сволочь Повылазила Во Франции И знаете что интересно Скажу что Я говорю Этой бездны Не осуждая Сволочности Литературным языком Сброд Это те которые Организованы В беззаконии Так можно перевести Так вот И что интересно Значит Эта женщина Она сама Соизволила Как бы Я даже не помню Как это началось Вообще Она сама попросила Человек помолиться Я сказал по-моему Такую еще фразу Наши братья Тоже говорили Какие-то фразы Я был В общем взволнован Она рассказывала Многие эти вещи Я потом читал об этом Вот еще больше понял Что это все На самом деле Это реальность И знаете Я не знал такую историю Я знал много историй Второй мировой Но знал Похожие Но у меня история История потрясла Зацепила за живое Я не дерзнул признать ее Принять Христа Для которого Для которой Ее Для которой Христос Символ убить Христос Символ вот этих Насильников Но она В тот день Она видела Других христиан Конечно Да и до нас Безусловно Она видела Других христиан Ну делала выводы Соответствующие Конечно же Вот И она сама Соизволила покаяться Я предложил Помолиться По-моему за маму Потому что Ей опять было плохо Эти сентябрьские дни Она тогда переживала Очень тяжело Она кричала По ночам Кричала днем Ей казались выстрелы Она снова переживала Падение туда в яму Тела мертвые Ее рвало От того что Трудный запах Значит Знаете Все кровь Значит Скажет Не может быть Сколько лет прошло Время лечат Говорят Ерунда все это Время ничего не лечит Вообще Бог лечит Время не лечит Время В лучшем случае Забросает землицей Листвой Знаете ли Время как маньяк Какой-то Убив Просто скажет Вот все Ничего нет Но Бог Он целитель Бог освободитель И эта женщина Напокаялась Для меня это было Самым большим чудом В те дни Там были в Киеве Чудеса разные Но это чудо Которое Было не шикарно Не зрелищным Но для меня Оно было Самым большим чудом Что женщина Доверилась Христу От имени которого Убивали ее маму И много других Я узнал Другую историю И третью потом Но сейчас не буду Время У нас мало времени Там потрясающие были истории Когда христиане Однажды собрались Там на молитву Там было объявлено По церквям К сожалению Из православных Священнослужителей На межконфессиональную молитву Не пришел никто Но пришли некоторые Потом узналось Пришли Но Страх ради своего православного Оделись В гражданку Стояли На заборках И смотрели Что будет дальше Не осмелились Братья Выйти в рясы вперед Я оказался Один вообще В рясе Там И распорядители сказали У нас Были планы Тем более предварительно Там в патриархии В епархиях Дали добро Пришлем хотя бы Одного делегата Ничего не прислали Никого официально Позорище Думаю И знаете ли И вдруг распорядитель Так говорит Отец Сергий Вы один у нас в рясе Скажите слово Мои ноги подкосились Знаете Я проповедовал О разных аудиториях Но я не был готов К той проповеди Вообще Вот серьезно говорю Я понимал Что я не готов Говорить слово Но Я сказал Просто Бог дал Я просто сказал Бог я не могу Ничего Ты сам скажешь Что-нибудь этим людям Собравшимся там Это была межконфессиональная молитва Баптисты Песятники Харизмат Адвентисты Там пришли И армия спасения Я не знаю Даже всех Там десятки разных Наименований Звучало потом В завершении Когда молитва Прозвучала День был пасмурный Противный Знаете Вот пришли все Зонтиками конечно Потому что Вот-вот А то и раньше Дождь хлынет И с утра Так маленько покапывало Так противно-противно Хозяин в такую погоду Собаку не выгонит Но христиане собрались С донтиками Но собрались Дождя так и не было До самого конца Когда уже А ныне уже То учи там сгустили Еще больше И там хлынуло Ну не так быстро Но к вечеру Было ливень уже По крайней мере к вечеру И что я расскажу Это на всю жизнь Запоминаются такие вещи Знаете Есть моменты Которые памятные Сколько лет проходят А ты все помнишь Их очень хорошо Было следующее Христиане молились Весь день Беспросветный Такой мрак Просто Как бы Днем Обед Как будто сумерки Знаете Такое вот Чувство Как будто тьма Сгущается Сумерки Просто По времени Это обед Солнце должно быть А тьма Христиане молились Я Был приглашен Туда наверх Там Борис Савулович Были Другие были Люди И знаете Я стоял среди этих Проповедников Таких известных Служителей Я просто стоял И просто каялся Бог прости пожалуйста Коль я один Вот такой сейчас вышел Ну от лица Всего православия Если можешь Просто прими Прости Я не знаю как Я кстати там сказал Про Глаголева И сказал У меня вырвалась Тоже такая фраза Что большинство Вели себя как преступники Которых надо судить Судом Божьим Судом человеческим Но Бог дает всем покаяние Вообще господа Знаете что интересно Потом Когда после проповеди Все говорили Короткие проповеди Там не было Больших проповедей Это не было Служение такое Знаете Это было Не типичное служение Христианское Специфичное Пришла еврейская Общественность Откуда пришли С посольства Израиля Они стояли И как бы Представители посольства Отказались там Комментировать Просто они присутствовали И что интересно Да Розмарин Клаус Была там С этим Вот Помните эту женщину Кто помнит Розмарин Клаус Она приезжала в ваш город Как ее назвать Дочка фашистского генерала Крестная дочка Гитлера Родольфа Представляете Она молилась За евреев Молилась от лица Немецкого народа Кайлос Она живет в Швеции Но она немка И она родилась тогда Когда Гитлер только пришел К власти И крестным отцом Стал фюрер Представляете Ее папа был генералом Вермахта И в Гамбурге Руководил Этим парадом Руководил Вот этой группой Войск Севера И удивительная история Эта смелая женщина Которая ненавидела русских Которая много Испытала страшного Она рассказывала об этом всем Она каялась Кстати после покаяния У нее было Знаете от Бога слово Обними русского Она говорит Бог Кого угодно Черного Желтого Красного Кого угодно Но только не русского Она еще с детства Помнила Как насиловали Все женщины Много подряд Армия советская Как давили танками Мастерей заставляли смотреть Ложили на асфальте Давили танками Детей грудных И значит Она помнила этот кошмар Она немела На некоторые годы Она не могла разговаривать Вообще Она Она была девчонкой Ее судить очень трудно Но у нее запомнились Вот эти страшные эпизоды Она жила среди свиней Швайн Она жила среди свиней И И вот реально Ее как дикарку взяли Никто не знал Что она дочка генерала Да потом уже Все узналось уже И у нее Когда она повзрослела Была мечта Хотя бы одного русского убить Она даже носила с собой ножик часто Вот Слышала русскую речь Она просто плакала Она в истерике была Она очень долгие годы Восстанавливалась После всего этого И знаете что интересно То есть Она не знала конечно Что фашисты делали Здесь такие дела Она просто как ребенок Увидела то что она увидела Понимаете Для нее папа это был герой В мундире Красивый такой От него вкусно пахло Он такой С хорошей осанкой всегда Выбритый Всегда выглаженный Генерал Образцовый генерал Знаете Фюрер недаром взял его Потом к себе Коменданта Берлина Знаете То есть он отметил этого генерала Способного Толкового генерала И дочка была без ума От его формы Мы по другому видим Просто все немного Люди порой Знаете Они переживают то Что мы не можем понять А если попытаться Себя в их шкуру поставить Мы увидим Некоторые другие вещи И знаете что Она обняла русского Это было в тюрьме Они приехали Молодые христиане Она была среди молодых христиан Христианок Приехавших в тюрьму Где разные были народы И ей показали одного русского Он был такой вонючий Она посмотрела У нее была природная призгливость После всего пережившего Знаете пережитого И ее тошнило Часто от грязи Ну такие были моменты И она потом рассказывает Потрясающе И она поняла Вот этот момент истины Надо обнять этого русского Она Все Это было у нее шоком Она обняла его Обняла И сказала то что У нее было на сердце Что Бог Я не помню там Как Но он как бы принимает тебя Как бы прощает тебя И что-то еще Сказала И что типа Я ему прощаю тебя Тот как разревелся Зак этот Зак заключенный Разревелся Потом он пока пришел в себя Переводчики перевели Рассказали кое-что Он Он знал немного так Чуть-чуть Он понял прекрасно все А знаете в чем был стресс Этого русского Оказывается Это отступник Оказывается Он вырос в христианской семье Протестантов Его папа был по-моему Пейсякник Если не ошибаюсь Точно сейчас С Украины И значит И этот безбожник В детстве был завербован В пионерию И Павликом Морозом работал Сдавал там Некоторых христиан И значит Сдал своего отца Отца арестовали Пришли чекисты Молодец мальчиш плохиш Вот тебе корзина печенья Вот тебе бочка варенья Живи глупай Знаете что Но Самое интересное Отец слышал эти все вещи Он понял что сын его сдал Не только его А братьев сдал И знаете что Отец у него исполнял обязанности Служители там И он сказал такое слово Сын говорит Я где прощаю Запомни прощаю Но говорит О Господь О Господь Спасибо Однажды Женщина С другого народа Она придет и скажет тебе Я прощаю тебя И это будет знаком Что ты прощен И все эти годы Оказывается Ему и так бочка Варенья И по корзине На каких-то банках И знаете Этот дух Коммунизма Это ужасный дух Фашизм Тоже дух Он убийца И знаете что интересно Когда он жил Не прощение Все эти годы Он знал что Бог его простит Он жил надеждой Что однажды Он услышал такие слова И когда это немка Сказал ему Он понял Бог прощает его Вот такие дела А Розмарин Клаус Она в свою очередь Тоже освободилась От чего? От своих проблем Потому что ненависть Она убивает Самого ненавидящего человека Она убивает ненависть Самого человека Который живет этим всем Кормится Как падалью Знаете какой-то И он травится себя Травит себя Кто-то быстро умирает Духовно Кто-то медленно Тот загнивал брата долго Но он услышал Благую весть Он услышал На служении Что Бог любит С детства Мы были знакомы Он был партийный Потом еще все Но с детства Мы были знакомы Некоторые моменты Места из Писаний Он плохо владел Языком Но понимал О чем идет речь И знаете что интересно Значит Падум узнал С этой всей истории Он плакал Он применялся Впоследствии Он стал служителем Одной из немецких церквей Христианских И малоизвестный служитель Но знаете Бога впечатляет Сердце человека Даже если у пасты Было 2-3 человека Бог видит Сердце человека Да друзья Кстати Скажу что Почитайте обязательно Мессианская церковь Эту книгу Почитайте обязательно Почему Она тоже Одна из книг Которая перевернула Мою жизнь Мое христианство Хотя прочитал ее недавно Но она меня впечатлила Очень сильно Я даже сказал Что нашим всем братьям Обязательно почитать Нашим всем священникам Обязательно почитать Не принудительно конечно Но обязательно Найдите возможность Братья Одна из наших служительниц Она вложила деньги свои Купила много Этих книг И кто-то покупал Кому-то мы благооставляли Просто Большинство служителей Мы просто благооставили Этими книгами Они читали Некоторые плакали Некоторые ожесточались Были очень разные реакции Там такое У некоторых сливки всплывают У кого-то такое всплывает Там мелкие воли отдыхают Только отрекайся Отрекайся Знаете Такая гадость порой Внутри И не поймешь Пока Не клюнет Пока Знаете В ситуации не окажешься Какой-то И не поймешь Я вот скажу за себя Я вырос в России Я думал Что я Интернационалист Так говорили там Что советский народ Это новая Общественная формация Которой прежде не было Народ Интернациональный К тому же У нас И во всех школах Наверное Советских Веселье Блокаты Дружба Мир Жвачка Все Знаете Хотя жвачки не было Днем с огнем Но все-таки Что-то было Значит Мир Как бы во всем мире Там и прочее Но Знаете С другой стороны Я кое-что рассказывал Тоже Да уже Потом уже Повзрастев Я понял Говорилось одно Мол дружба Дружба А потом Это жиды Они в Израиль Его страшной болезнью Возможно Он Он слышал слово Я ему немного говорил Он видел меня уже Священником Вот Он работал в Токио Потом В русской школе Там преподавал Японцам русский язык Вернулся уже Весь больной И его тело Просто разлагалось Знаете Это страшно было Но Я верю Бог дал ему покаяться Он отравливал На одного еврея Это я потом Повзрослев понял Я ребенка Это не понимал Думал Ну как бы Игра не игра Непонятно Но Как потом оказалось Этого мальчика Родителя Ну в принципе Мы особо не знаем Что он еврей Как бы Это выяснилось так Вот от взрослых А второе Что оказывается Что послужил поводом Это были времена Когда Как раз Горбачев Брежнев умер Там еще там Или собирался умирать Я сейчас Могу ошибиться Сейчас просто Даже не сказал Я вчера сказал Но По-моему Это еще было до того Он Умер там Значит И Так вот И нам говорили Что вот В Израиль Они текают Вот предатели Родины Вот это Типа фашисты Вот Родители Мы их мало видели Вообще Я их не помню Даже там Раз или два Там Где-то там На собрании Где-то там Что-то позвучало С их устами И все То есть Нам мальчика знал Но он не в нашем классе Соседнем Но Как бы знал И Дети стали Жутко его ненавидеть Знаете Дети злые Дети порочные Часто И Куда направит их взрослые Они туда и идут Или на зло Или на добро Они часто Глины мягкой Пластилином В наших руках И Страшно Когда Находятся Такие взрослые Которые направляют В страшные вещи И были посеяны Страшные Семена Раздора Мальчика Плевывали У него пиджак В харкотине Какой-то Кричали Вот он Жидовский Фашист Что-то еще Не помню На переменке За геройство Считалось У мальчиков У него забрал портфель И хотел забросить туда Чтобы он не нашел До конца Учебного Дня И поэтому Получал Низкие оценки Потому что У него не было Ни учебников С собой Получается И как бы Никто с ними Не делился Ни ручкой Это я потом уже узнал Такие детали Как бы С другого класса Я попытался Было заступиться Даже не заступиться А просто намекнул Одному из парней Да хватит Пошли Ген Пошли Он боксер был Такой Спортом занимался И он больнее всех Так понимаю Бил Он был нормальный парень Самое интересное Я до сих пор знаю Нормальный парень Нормальный человек Вроде Ну как бы Такие гадкие парень вещи делают Не знаем откуда Но есть дьявол Если только Бог На свете Есть еще дьявол Который пришел Украсть Любить и погубить И даже самопорядочность Из нас В его руках Это мерзость И самый мерзкий из нас В его руках Бога Это святость Когда весь нечист Бог будет чист Если мы доверяем Ему Чистый не проказа Своими Не грехами своими А Его святостью Осознанием Что мы нечисты Пред Ним Друзья мои Эрлихи Так звали их Они уехали в Израиль И как бы Все пошло своим чередом Но Какие-то другие семена были Посеяны Которых я не подозревал А повзрослев немного Они стали давать Горькие Некоторые Плоды Я думаю Некоторые из вас Они могут Допустим Проследить Если задуматься Задуматься серьезно Многие из вас Могут проследить Какие корни Откуда текут Хотя Сами мы Очень с трудом Порой докапываемся Но Дух Святого Можно все Он может напомнить На некоторые вещи Мне по крайней Было напоминание Я Однажды Я уже священник Я покаялся Во многих неправильных вещах Я приехал в Украину Тогда И что произошло Представляете У меня проблема Всплыла У меня там Такая гадость Плыла В сердце По поводу Антисемитизма Скажу Что К тому времени Я уже В другом Мыслил Но будучи Священником Когда-то Традиционно Еще в России Злые семена Меня радовали Порой И плоды Меня радовали Как и Тысячи других Священников Русской православной Церкви Я получал Ежемесячные Рассылки Из епархии Где откровенно Погромные вещи Присылались И в том числе Такие газеты Как Черные сотни И прочее И погромные Вещи Откровенные Из епархии Я откуда-то Из епархии Всем священникам Кто-то читал Бравослав Кто-то вообще не читал Я так пролистывал Думаю Наверное Дыма без огня Не бывает Все-таки Матцу Наверное Кровью христиан Христианских Младенцев Где-то и посыпают Наверное Кто его знает Вообще Вот как бы Кто его знает Потом В том самом 96-м году Я покаялся В этих вещах Через Библию Через Слово Божье Я увидел Многие Проблемы свои Я покаялся А приехав в Украину Я встретил еще одну проблему В своем сердце Великорусский шовинизм Так Ленин его называл Эту проблему Знаете Украина Для меня сразу Раз начало Как будто Тумблер Какой-то переключили Пересекая границу У меня что-то переключилось А Хохлы Бандеровцы Сало Обрезы Я вспомнил Дедушка там У него два страшных Был ругательства Верующий И Бандеровец Значит А я же еду прямо Бандеровцам Западную Украину Думаю, что я там забыл вообще И вот Вот так в Верик Католий Камбарате Они пригласили меня Как раз Преподавать Во Львов Потом В Киев Ну это были Знакомительные лекции Это Не как преподаватель даже Это были курсы Пастовские курсы Для выпускников Львовско-духовных семинарий Греко-католической церкви И как бы Меня пригласили Как бы О патристики немного О мистики православной Рассказать И Я как информатор Говорил многие вещи И один из преподавателей Во Львове И потом В Киеве Значит Меня похвалили И как бы Они были Харизматиками Католическими И они Хотели обновление Своей динаминации Это я потом уже Узнал до подробности Так вот И что интересно Как Я понимал Что это ненормально Вчера была молитва По всему миру Антисметизм Нацизм Там Расизм Да Все эти измы Да будут они Прокляты Эти измы И да не будет От них Никогда плода Во имя Иисуса Христа Пусть засохнет Корень Этого зла Даже ветви Еще если Колосятся То корень Пусть будет проклят И засохнет Духовный корень Вначале невидимый Потом видимый Отец Спасибо тебе Господь Спасибо И знаете Что произошло Я понимал Я мучился Несколько дней Я мучился Я понимал Что это ненормально Я христианин Я люблю Бога Я старался полюбить Украинцев Но как только Где-то услышал Что-то украинское У меня Как будто Такая гадость Как поднималась Протест Знаете Любой вид Вот этого зла Это и зло Антисметизм Отличие от Других видов Расизма Нацизма Антисметизм Он имеет Еще и библейские Такие корни страшные Потому что Покушаясь на Божий народ Мы не просто Проклинаем Один из многих народов Мы проклинаем Самого Бога Мы как бы Бога Пальцем в глаз тычем Представляете Я извиняюсь За Может дерзкие слова Такие Но если Буду проклинать русских Допустим Или украинцев Или корейцев Или кого-то еще Бог отреагирует Бог заступник наш Но Когда мы касаемся Еврейского народа Бог моментально реагирует Как будто в глаз Пытаешься путь Это даже Непроизвольно Просто Сразу Закрывается Ты как бы Не то что специально Сейчас закрою Так вот Прикрою Он сразу Автоматически Автоматом срабатывает Есть духовный закон Определенный Бог запустил Эти законы И Господа Я мучился Я каялся Как мог Я даже пришел на исповедь К этому католическому священнику Тогда Отец Максимилиан С Варшавы Он был там Он рим-католик Но я пришел на исповедь И говорил Что отец Максимилиан Пожалуйста Он по-русски хорошо говорил Из всех этих Польских священников Каких я тогда узнал И Он миссионер Уже много лет И сейчас В Харькове трудится Тогда в Киеве И Максимилиан Подвига Хороший священник Порядочный человек Знаете Я узнал его Несколько месяцев Пару месяцев И очень был рад Что человек порядочный И я Поэтому к нему пришел И говорю Отец Максимилиан Он говорит Помолитесь У меня проблема Я буквально Ненавижу Украину Не знаю почему Я просто Каюсь Бог прости Я хочу полюбить Украинский народ Но мне казалось Что это второй сорт Знаете Как бы Русские Которые так На крайне поселились И как бы Декортировали Под влиянием Польши Там Румынии Ну то есть Я советскую версию Историю Украины Я прекрасно понимал Она была фальшивой Но попробуй разберись Знаете Она сам Даже разобравшись умом Я понимал Что это Ненормальная история Это неправильно Уже я сам преподаватель Знаете Но Внутри Какая-то вот эта Национальная какая-то Зазноба такая сидит Я не знаю Я каялся Не помогала Ну помогала День-два Где-то что-то услышал И все И опять что-то И мне Бог дал освобождение Он Немного меня помучил Правда Бог Получается Но это было во благо мне Мне было горько это Но потом я понял Это мне во благо Эти муки были Почему? Потому что я просто Увидел мерзость Вот Любой из нас Если Бог благодать Просто немного отберет На такие вещи способны Что диву даешься Просто вообще И это в своей жизни Я видел это не раз И вот в тот раз Я увидел это очень конкретно В национальном вопросе Я просто был в бессилии Я просто Бог говорил Пожалуйста прости меня Я пытался даже Пару слов на украинском Выучить Дякую Что-то еще У меня не получалось Представляете Мой язык Духовные вещи Мне казалось Английский проще Немецкий там Пашпрехе Знаете Проще Украинский У меня язык Отказывался шевелиться даже Вот вам бесы Вот вам проблема Что делать Я человек Который не мог С ними ничего поделать Я молился Каялся как мог Бог сам пришел На помощь мне тогда Знаете Я видел сон Я получил тогда Освобождение Прямо во сне Мое сердце уже и страдалось Я понимал Это ненормально Я старался полюбить Украинский язык Киевский только покупаю Читаю И сам внутри Понимаю Смеюсь Хотя не признаюсь себе Но внутри Смеюсь Я понимаю Что это язык Красивый По своему роду Но я не вижу Красоты в упор Мне кажется Это Как бы такой Русский Деградированный Думаю Нельзя По русски Написать Думаю Ну вообще Ну что такое Не горехи А орехи Ну Какие горехи Мы горох что ли Пихаем Киевский Знаете Всякие мысли На каждом углу Добивал у меня Перу Карнер Что такое Это что Парикмахер Не Это потом узнал Что парикмахерская Я думал Что пекарня На каждом углу Куда ни глянь Мини пекарня Да Ну что интересно Во сне Бог пришел Каким образом Хотите верьте Хотите нет За что купил За то продал Рассказываю В украинское Дело Ну 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 Хуже Для меня тогда Хуже Я стою на платформе Служения таких Я раньше не видывал До того сна Я их не видел Таких служений Потом я насмотрелся Вот так вот Эти служения В 97 я их не видел Еще эти служения Я видел проповеди Протестантских пастырей Но вот таких не видел Которые Тейн Озборн Проповедуют Допустим Я их видел потом Много очень Дейзи Озборн Проповедует Евангелие В Индии В Африке Тысячи тысячи людей Народом Немеренно Полмиллиона До миллиона И больше Вот это да Но это потом А я во сне видел это Представляете Стою я себе На платформе Заснул И тут же Проснулся в сне Открывая глаза во сне Это у меня Мне вообще редко снится Что раз в год Если что приснится Или в полгода И ладно Вот еще Кстати Накануне приезда Сюда снился Дурной сон какой-то Надеюсь Это было просто Потому что Много подел на ночь Хотя кто знает Ну ладно Ну я на всякий случай Помолился Связал бесов Вот Дух оккультизма Потому что там Столько много моих коллег Колдовало против меня Что я был в шоке В ужасе Не только 1-2-3 Вообще Епархия целая Ну ладно Значит И знаете что интересно Во сне Я стою в платформе Платформа высокая Я вижу первые ряды Очень хорошо Потом не вижу Там море людей Масса людей Может миллион Я не знаю Может быть Может и более Я не знаю Не считал Но первые ряды Я вижу хорошо Платформа высокая Я могу далеко смотреть Первые ряды Они даже вот так Загибают голову Поднимают Чтобы увидеть То что на платформе Надо поднять голову То есть вот такая высокая платформа Деревянная Как сейчас запомнил И еще что Я так боковым зрением В восторге Было таком Каком-то Вдохновении Каком-то Я боковым зрением Даже боялся озираться Увидел каких-то людей Я понял Это какие-то пастыри Что ли Или там Может Потом думал Может это ангелы были Слишком Ну ладно Или пастыри как ангелы Я не знаю Короче Это были какие-то люди Я понял Служители И я был у микрофона Не они Я не стоял Просто там Где-то рядом В толпе Я был у микрофона Представляете Я проповедую Украинскую мову На стилке Что Просто я Говорю такие слова Мои языки так шевелятся Во сне Что я Кстати я проснулся Потому что я говорил Украинскими словами Во сне Говорил украинскими словами Перед тем Я пытался что-то Раз-два выучить Не получается вообще Надо думать Посмеялись Так Ну и как бы Островил за тебе Думаю Да еще смех Смеху только вызывает Полянный ця Ну ладно Все хорошо Думаю китайский проще Чем украинский И значит Что интересно Во сне Я проповедую Так как вот Ну не знаю Даже сделал паузу Тогда Народ Слушал А паузу Знаешь почему Сделал Мне был страх Такой пришел Тогда в сердце Думаю А люди-то понимают Вообще Откуда я знаю Во-первых А потом Люди-то понимают Может я что-то Такой гаражу Что они вообще Не въезжают даже Ну на языках Начал стал говорить Я вижу Первые ряды Людей Некоторые Чуть не плачут Ну как бы Я не рассматривал Не было времени Даже Это были Секунды Я не знаю Но мне запомнил Что вот так Знаете Что вот сейчас Вот уже все Прорвет И просто Они были такие Расстроены Но по хорошему Знаете Таким Хорошим расстроен И я продолжаю Говорить что-то еще И в этот момент Я проснулся Я проснулся Врубился сразу Со сна Я понял Ну догадался Я не услышал это Но я понял Что я говорил во сне Знаете Я как бы Сказал И проснулся Сам себя разбудил Этим голосом Представляете Я еще пару раз Попробовал там Что-то сказать Что-то не получается На Яфе Во сне Так как хорошо Не получалось вообще Песню прям пою А насчет А в реале Как бы вообще Не бей, не ме Думаю Ну как-то позорно Как-то думаю А мне потом Даже мысленно Как было В последствии Через пару лет Мысленно Как было Думаю Стоп А если бы тогда Было бы у меня Общение украинской мовы Я бы сразу Начал бы Споткуваться И После этого Хотите верить Хотите нет Я полюбил Украину Полюбил украинскую мову Полюбил песни Эти Тогда когда было Рождество Вчера я нелестно Говорил о Рождестве Простите Люди добрые Но Что есть То есть Как бы это не наше Это имплантант Но все-таки красиво Вот И там такие песни есть Красивые христианские песни есть Их можно петь Я думаю и летом Когда хочешь О Рождестве Христа Хорошие псалмы И на польском Тоже мне очень понравилось За суммой Возвращение Пшап-шап Красиво Очень звучит Значит Но украинская Меня мова покорила просто Я Стал читать Украинскую мову Даже богословскую литературу Сложную Не все стал понимать Сразу Но многие вещи Я понял Сразу С летом Как будто Это все нормально Было у меня С этим С этим языком Аминь Слава Иисусу Христу Я бы тебе не просто Охрип Извиняюсь Я бы спел бы еще Как-нибудь Споем еще По нашему По корейски По украински По русски По английски Вообще Классно На всех языках Будем славить Господа нашего И на языках Петь будем Просто на языках Знаете Может быть Не понимая Небельмес Что называется Но зато В духе И Бог Это все прекрасно Понимает И дьявол в шоке Все его пеленгаторы Летят О чем они вообще У него уже старые файлы У него все старые программы Его как-то Там бабахнули Там с неба Он Кондесской Контуженный У него Стали программы Эти Он там Чирикает На крейсерской Скорости Пытать что-то Скачать Не получается А у Ангелы Там каждое обновление Каждый день Пенсион У них там такое Что Apple отдыхает Вообще Новая технология С каждым Обновляется Милость Бог говорит А вот сейчас Вот это Смотрите Они Вау Ангел А дьявол Только слюнки Блатает Ну Пакостит В общем-то В руках изверга Даже метла Страшное оружие Конечно Знаете Ну У нас есть преимущество Мы можем Ходить в вооружении Господнем Мы можем взять Оружие Как Голдема Позвонить И попросить У нашего Не у президента А у нашего Царя-царей Президента всех Президентов Бога всех богов Господа господствующих Вооружение И он скажет Мы даже скажем Ну может быть Бог что-то завалявшийся Со второй мировой Чем отцы наши воевали Нет Я тебе такой Это вообще Это не просто Сверчок Как люди в черном Там такое будет оружие Что Вот так вот И Только Значит Не Побрать им Пуляй Пожалуйста Только Иметь надо голову Знаете Мало сесть на Диаболу Надо не иметь Диабола в себе Надо быть ангелом внутри Чтобы педальку Не на Полика нажимать Знаете Вот А Дураку Значит И поршень ненадолго В общем-то До первого столба Но нам христианам Знаете Нам христианам Бог дает хорошее оружие Он не то чтобы Жадный бог Он готов дать нам Самое современное Но он уж понимает Мы сейчас там Такое наворотим Что всю вечность Не разберешься потом Вот поэтому Он дает по мере наших сил Вот ты освоил Допустим Винтовку Мосина Трехлиней Безнаменитую Вот тебе Винтовка Мосина Патрон Вот тебе Там штык Вот как бы И все Ты освоил Допустим АК М16 Вот тебе Вот АК Вот тебе М16 Освоил что-то еще Пожалуйста Вот Но главное Правильно пуляй Не по своим Тебя только бац-бац И мимо Как по Пандопуло Вот А важно По врагу Уничтожим Как там Разорим вам врага Что-то Да друзья Хорошо с вами Но время так Тянет Как бы уже не тянется А бежит Знаете друзья А тему-то я даже Еще не начал Самое интересное Вчера Позавчера Думал Вот начну Закончился вечер Якобы не начал Вчера Думал Вот и я начну Точно Не начал Сегодня Думал Все Вот крест Начну Что-то я даже Не начал Все например Вчера В следующий раз Служение Они там Раскрывают Такие вещи Я рекомендую С этим Не то чтобы я дисквалифицируюсь Но я рекомендую Послушать Саулу Чабариса Рисенко Называется Израиль и церковь Очень хороший Курс Очень хороший Семинар Я его переслушал Много раз И каждый раз Нахожу что-то новое По камере в духе Может информатика Уже притупилась Может я уже Много раз послушал Но в духе Приобретаю что-то новое Да друзья И К сожалению Ну вчера было мало Молитв Ничтожно мало Сегодня тоже Мы мало молились Об этом Но Вообще-то Проблема Это Титаник Настоящий Проблема огромная Антисемитизма И Знаете Жалко что на борту Много порядочных людей Жалко что Не все там такие Знаете Оторвитый выброс Очень много антисемитов Нормальных людей Которым просто Мозги промыли Которые просто Так были воспитаны Которым так В детстве что-то там Нагадили внутри Родители Или общество По идее Покаившись Это будут прекрасные люди Знаете Конечно Наш антисемитизм Православный Допустим антисемитизм Это чаще всего Из-за невежества Элементарное невежество Хотя и много протестантов Антисемитов является Но Значит При чтении Библии Умудряются оставаться Антисемитами Но Наш антисемитизм Это чаще всего Просто элементарное Невежество Незнание слова Я пример Когда я с женщинами беседовал О Марии Об Иисусе И рассказал Что они евреи Женщины были в шоке Они были традиционные Православные женщины Прихожанки Они видели батюшку Который такие Как бы по их мнению Ереси сказал Какие евреи Но мне пришлось Останавливать все по шерсти Так вот Издалека Чуть не от Адама Рассказывать Библию Они поняли Приняли даже Ну согласились По крайней мере Устно согласились Да, Иисус, Мария, еврей Ладно Но, говорит Наших Петра и Павла Говорит Не трогайте Думаю, ладно Наших Петра и Павла Потом расскажу Как-нибудь Слишком много стресса Для одного дня Пожалел их нервы Знаете Или антисемитские Но Господь Я верю Он откроется Этим людям Мало по-моему Мы сеем Мы говорим Мы молимся Мои братья Или лжебратья Я не знаю Кто из них волки Кто из них овцы Просто забудившиеся Я не знаю Но очень много Православных священников Являются жуткими антисемитами И притом Искренно Чаще всего Бесковисто совершенно Вот просто Антисемитами По умолчанию являются Я прекрасно понимаю Почему это происходит Потому что Есть дух определенный И антисемитизм Это еще и дух оккультизма Это очень четко видится Потому что дьявол Прекрасно понимает Даже порой Библия Лучше, чем христиане знают Что он может уничтожить Любой народ Нацию Столкнув с Израилем Он прекрасно понимает Что ввергая В пучину Вот этого антисемитизма Этот народ Он Убьет Он будет иметь Моральное право Юрисдикцию Действовать в этом народе На всю И чем больше этот народ Или эта общность Или эта деноминация Погрузится в антисемитизм Тем больше у дьявола Развязаны руки И чем больше покаяния в этом Чем больше Христа в церкви Чем больше истины в церкви Тем меньше вот этой гадости в церкви Друзья И конечно можно читать книгу Но ничего в ней не видеть Можно Библию иметь И читать И бить о грудь Я евангельский христианин Но остаться со своими Антисемитскими тараканами в голове Что нам делать, друзья? Пересмотреть свое христианство На основании Слова Божьего Просто признаться честно Хотя многих жаба давит Многим христианам Я знаю просто завидно Как Бог любит евреев А я что? А я что рыжий что ли? А я что? А я что недоделанный какой-то что ли? Они народ А я? А мы? А они? И все И началось И началось И знаете ли Это приносит проклятие Разрушение Вспомним того самого фараона Несчастного этого человека Прообраза дьявола даже Который не пускал народ Ему сказали Что вот народ Бог Бог сказал Какой Бог? Ха Сам не будь плох У нас столько богов И еще Его наверное зацепило Очень сильно я думаю Многие проповедники Об этом говорят кстати Многие что? Подчеркивают В проповедях Значит Спаржи Он об этом говорил Кстати Что это зависть Фараона была зависть в сердце Как? Они считали себя Египтяне первыми Среди В такой не очень Недружной семьи народов Нашей земли Считали себя первыми Горделиво Били себя в грудь Фараона себя Детьми богов называли И вдруг Какой-то народ Презренный Рабы Их Бог им говорит И приказывает Повелевать фараону И называет Первенцем Не их египтян А называет Первенцем Израиль Знаете Да Бог ажесточил сердце Фараона Мы знаем Чтобы потом И проявить Свою силу Могущество Богом уже все Здесь вспоминается Псалом О благодать Спасен тобой Я из пучины бед Кто ты сосуд Что споришь Когда с горшечником Кого хочет Ажесточает Кого хочет Проставляет Мы знаем Это из тех Средств Библии Но каково в жизни Это все Представляется Пережить У фараона Было два пути Услышав Приказ Бога У него было два пути Либо Смириться Первый был Благостовенный путь Он его отверг Сразу Воспитание Не дало ему А если он считал Это ниже Своё достоинство Признать евреев Первенцем И он мог бы сказать Да Вы первенцы Я вижу с вами Бог Но Если бы он сказал Как Руфмамитян Я хочу успокоиться Под крыльями Бога Всемогущего А мы египтяне Мы вторые будем Заняли очень Кто последний Никого Мы будем вторые Хорошо И будем Жить долго и счастливо Вас отпускаем И не надо нас Обирать Мы сами Вас благостовим Так что вы не унесёте Всё это Понимаете ли Был такой вариант И я убежал Бог благостовил Египет очень сильно Мы сегодня Конечно судим С толщиной тысячелетий С высотой тысячелетий Мы судим по другому Но окажись там В той шкуре Не знаю бы Как мы себя повели Вообще Окажись Не даже не в шкуре фараона Нет Знаете ли Просто обычного египтянина Который Слушал прогресс погоды У себя там Вечером Гадал значит На будущий день И По ихнему там Метеоцентру Всему Египту О сообщили Завтра будет ясно Хорошо А евреи Сюить смуту Евреи говорили Завтра будет Такое что Все погибнут Вообще Кому верить Богам Отеческим Нашим жрецам Правоверным Либо Этим евреям Которые говорят Что они первенцы Не мы египтяне А они первенцы И знаете что Конечно большинство Не послушалось Еврейских слов Но были Среди египтян И умные люди Не все такие Понимали Что С евреями Мы не знаем как Наверное кто-то видел Допустим Еврея страдающего Пожалел его внутри Другой может увидел Допустим Женщину еврейскую И внутри Бог Бог видел сердца Этих египтян Кто-то осудил Кто-то Наоборот И Скажу одно Эти праведники мира Можно так называть Современным словом Они Послушались Еврейского бога Даже Если Это их Национальная гордость Задевала И то Чему их учили Со школы С семьи Что они первенцы Они их главы Они поверили Богу Израиля И на всякий случай Не в обиду Фармон тебе сказано Они своих стад Не пустили В тот день Но большинство Не послушалось Они горделиво Вывели Свои стада Пошел Постали пастухов Не обращайте внимания Евреи такое наговорят Вообще Это всемирный еврейский Заговор Должно быть Проколы Сионских мудрецов О чем они говорят Вообще Но знаете Те которые Послушались Бога Израилева Они были живы Их рабы были живы Их стада были живы Вот Уже тогда Бог проводил Принципиальную разницу Между Бог даже Не на нацию смотрит Хотя мы можем Сделать Вывод И неправильный Но Мы много раз В Библии видим Что Бог смотрит На сердце человека Руф Моавитянка Она могла Трижды обидеться Она могла Сто раз обидеться Про ее народ Было написано Что он проклят вообще Он недостоин Никогда Не может быть В обществе Господнем Даже всю жизнь Проживи там Среди евреев Твои дети Внуки Проправнуки Десять поколений Двадцать поколений Им все равно Будет отказано И В общество Господне Не может войти Моавитянин Аммонитянин Народ Негодный Обреченный Был на истребление Представляете Все это Не опечалило ее Мы не знаем Что творилось в сердце Эта женщина Это прообраз Христиан Не евреев Которые Возопили Богу Израиля Однажды Которые Пришли Которые Решают Этот очень важный Вопрос Сегодня ООН Организация Организационных Наций Голосуя Такие глупости Говорит От лица Мировой Общественности Всех Наций Нет Есть здравомыслящие Которые голосуют За Израиль Вот таких очень мало Ничтожно мало Мы это видим По последним голосованиям Кто наблюдает Мне было очень страшно Вот И как бы Уже не удивительно Что в ООН Часто Антиизраильские документы Принимаются Но В этот раз Стало по-настоящему страшно Но с другой стороны Я понимаю Чем хуже Сейчас ситуация Тем Выше будет избавление Откуда-то оттуда Даже если Демократы опять победят в Америке И скажут Все прощай Израиль Даже если все Отвернутся Остальные В принципе у Израиля Нет союзников По большому счету Америка Знаете Светская Америка В том числе и еврейская общественность Не любит Израиль Найти Еврея-патриота Очень сложно в Америке Честно говорю Общался с разными евреями Богатыми Бедными Разными Но найти любящего Израиля Очень трудно Некоторые даже жутко ненавидят А многие богатые евреи Америки Просто спят И видят во сне Когда бы Израиль исчез бы Бельмо в глазу Мешает нам Ассимиляции Мешает нам нормально жить Вести бизнес Дела Зарабатывать Еще больше и больше И знаете Это прискорбно Но у Израиля Кроме евреев С нормальными мозгами Есть Знаете Есть союзники Некорыстные Корыстных есть Тоже немало Союзников Которые сейчас Вот если выгодны Они будут союзниками Завтра будет невыгодно Не дождешься ничего С ней Возьму не дождешься Вот Единственные Союзники Израиля Бескорыстные Можно сказать Это евангельские христиане Это христиане С евангельскими мозгами Это христиане С евангельским мышлением С библейским мышлением Те которые доверяют Библии Как слово Бога И не просто Доктринально А которые практикуют Это как слово Божье В своей жизни В Техасе Вот эта церковь Огромная Баптистская Джон Хейги Этот пастор Баптистской церкви Который написал Бестселлеры О последних временах И по книге которого По книге которого Снят фильм В прошлом году Иерусалим Обратный отсчет Потрясающий фильм Я говорю Даже если английский не знаете Вы поймете все Библию читая Все поймете Там все Описание Притом при малом бюджете Они смогли такие На таком уровне Хорошем показать Все это И Знаете что Джон Хейги Он уже много лет Бессменно является Лидером такой организации Которой мы Духовно тоже примыкаем Но надеюсь В этом году Если буду в Штатах Мы уже и юридически Примыкнем к этому движению Межконфессиональному движению Хотя там Костяк Баптисты Южные Но он Сама ассоциация Межконфессиональная Называется Христиане за Израиль Очень большая поддержка Для меня в этом вопросе Я думал Надо это не надо Зачем Думаю Может это просто светиться Зачем оно Мы и так помогаем Израилю И благоставляем И материальные евреи Помогаем Эвенезер Там другие Но Зачем как бы светиться А с другой стороны Подумал я А почему бы и нет Слушайте Ни одной православной церкви Там нет вообще Ни одной Надо кому-то начинать И слава Богу Когда я проповедовал Харизматическую православную церковь В Сан-Августине Во Флориде Я нашел Союзника Соратника Епископ Марк Керси Белый православный американец С крещенным Духом Святым Не сразу Но его глаза открылись Я просто очень рад Пред Богом Говорю честно Что я очень рад Что послужил Какая ослица какая-то Которая проговорила ему Правильные Нужные слова Он признался Что он не понимал Еврейский вопрос Живет в Америке Стал разговаривать Узнал что он наконец тоже По бабушке По маме он еврей Они ассимилировали Они уже Забыли свое еврейство Он стал интересоваться Поступил в Иерусалиме Стал летать в Израиль Интересоваться Корнями Христианства Увидел что в православии Много корней еврейских Стал об этом говорить Его поддержали Некоторые мессианские служители В Америке и в Израиле В Америке по крайней мере точно В Израиле сейчас я не уверен В Америке точно Сидрот Всемирно известный служитель Рекомендую Пожалуйста Очень много хорошего Вы можете услышать У этого человека Есть вещи сомнительные Казалось бы Динаминационные Но это Скажу это мелочь Вообще Потрясающие материалы По своей силе Для мессианского служителя Любого уровня Для христианина Любой динаминации Жемчужинки Каждая программа Жемчужина просто Рекомендую Не поленитесь Зайдите Ютуб Там еще куда Сидрот Программа Сидрота Не пожалеете И Сидрот Заинтересовался Что есть такие православные Которым не все равно Что творится в Израиле Он заинтересовался Что были покаяния Румынских священников В антисвятизме Были покаяния Греческих священников Некоторых И он заинтересовался тем Что есть в Америке Под боком Притом Даже Чуть не в соседнем городе То есть недалеко На машины там ехать Ну частные Рядом Рядом От них Сан-Агустин Вру сейчас Больше Ну короче Рядом Живут православные Которые любят Израиль Любят евреев Ему это интересно стало И вот в этом году В 12-м Он планирует Ну дважды Я так понимаю Посетить эту Харизматическую Православную церковь в США Если попаду На конференцию осенню То Обязательно Я уже имею делегацию От наших Служителей Мы примкнем К этому движению Обязательно Даже если не получится прилететь Мы будем молиться И благоставлять И взносы Какие-то там Что положено Чтобы быть частью Этой организации Потому что это очень важно И Джон Хейге Я скажу Что На мой взгляд Среди всех христианских служителей Вот Говорящих Именно не евреев Я подчеркиваю Не евреев Говорящих об Израиле Ну наиболее здравые вещи Я слышал Именно от него Хотя очень мало На русском языке Материалов К сожалению Ничтожно мало Но то что я слышал Это меня потрясало Просто Слава Богу Мы молимся за него Брат уже не молодой И проблемы Возникают у него И со здоровыми Много злопохателей Вообще В Техасе Многие пасторя Байкот ему даже Объявили даже Знаете Поддержав Палестинских детей Значит И вообще Скажу что Среди Вот Ну в штате Техас По крайней мере В других некоторых штатах Южных Есть большая Такая христианская Структура Разных динаминаций И это очень отрадно Вот этот тип партии Вот это движение Сейчас Ну как Вроде сходит на нет Но однако же Очень мощная заявка В том числе и против Антисемитизма Нынешнего президента Да друзья мои Дамы и господа На время совсем Мало очень Я хотел бы помолиться И не скомканно А как-то конкретно Знаете Можно пулять по-разному Да Духовно Можно сказать слово И День замрет Солнце станет Можно сказать слово Которое Сделал как один корейский пастор Помолился Да южнокорейский пастор Помолился Там на каком-то острове Мне рассказали Когда не было воды Там они накачали туда Морской воды Большой водоем Озеро Морской воды Они молились Пасторями И вода стала пресной До сих пор Озеро пресное Сколько лет прошло До сих пор Озеро пресное Пресное Феномен вообще Феномен Морская становится пресной И там По милости божьей Из этого благословения Возможным стал Большой проект Южной Кореи Организация города целого Раньше лишь поселение Доставлять воды туда Было проблематично Очень дорого И жить там людям Многим не удавалось Но теперь живут там Тысячи и тысячи людей Пьют воду Вчерашнюю Морскую Больше того Ключи открылись Там где никогда Не было вообще воды Копали много раз Перед тем Вот Бог какой Вот Бог какой Великий Он и сегодня Он не смотрит На разрез твой глаз На цвет твоей кожи Он смотрит На сердце твое Он смотрит На душу твою И он благоставляет нас И поэтому я предлагаю Помолиться конкретно Метко Знаете Можно одним снайперским выстрелом Сделать очень много А можно Весь рожок выпулить И ничего Только шум И все А когда мы молим Некоторые говорят По слову Божьей молиться Это снайперски Это хорошо Но не всегда Я вынужден разочаровать Господь Харизма Потому что Слово Мечом является Божье Не просто любое слово Которое мы цитируем из Библии А то которое мы пережили в своей жизни То которое является ремой Потому что и меч духовный Возьмите Которое из слова Божьего Написано Рема Божья Не просто логос Не просто граф Не просто написанное слово Заузубренное Процессировано А пережитые Иллюстрация Следующая Представьте допустим О семье О браке Будут учить Женщины две Одна Не рожавшая И Значит Не воспитавшая никого Другая Рожавшая Много рожавшая Многодетная мама Я читал недавно Одной швейцарской женщине Потрясающее свидетельство Одиннадцать детей И все люди Все христиане Все горящие верующие Вот это Думаю классно Вот знаете что интересно Они прочтут Одни те же местописания Одни примеры Даже им дадут Сказать Но Рема будет У второй женщины Не унижая первую женщину Скажу что Есть вещи Которые нужно пережить Еще в своей жизни Чтобы они стали Твоим мечом Твоей ремой Божьей И поэтому Молись Ты скажешь Моя может рема Она Как бы козырали Не имеет отношения Это тебе кажется Любая рема Есть рема Тебе кажется Моя рема касается Больше десятин Допустим Молись так Бог знает Кого Как благословить Я познакомился С одним сионистом Настоящим Из религинина В котором нет лукавства В Германии Познакомился Он миллионер Живет очень скромно Даже по немецким меркам Чуть ниже среднего Я бы так сказал Я не ожидал Богатый человек Мне рассказали немного Знающие люди Что он очень богатый Даже по немецким меркам Я не ожидал Что дом будет очень скромный Знаете ли Второй стресс Я узнаю Мы общаемся Он русский еврей Мы общаемся с ним И он рассказывает Такую историю Он дружит С некоторыми христианскими Служителями Которые Являются Сионистами Являются Ну скажу так В чьих сердцах Есть откровения Об Израиле Да он остается На позициях Орлодоксии Не принимает Иешуа Но внимательно Слушает все Что ему говорят На эту тему Ну как бы он остается При своих вопросах Я верю Бог откроет ему У него сердце правильное Знаете что интересно Он рассказал такую историю Ну и там Пастору И я услышал тоже Такую историю Когда приехал туда Значит очень мало Было у него денег На самом деле Реально мало Но были еврейские мозги Которые он включил сразу Главное Достояние народа И он да Был в Союзе Еще был Стоматологом Но Пробиться во Франкфурте На майне Стоматологом Тогда Когда он приехал Было немыслим Вообще Это гиблое дело Там все схвачено так Что Не просунешься никак Где-то еще Может быть тебе повезет Но не во Франкфурте А у него конкретно Франкфурт Финансовая столица Европы Здесь надо мне делать Это все У него были наполеоновские планы Но очень мало было Этих дочь Марк Но он решился На такую вещь Он нанялся Работал Мало спал Работал Как папа Карла Значит Он рассказал свою историю Там Семья была Ну в шоке От его Просто на износ работал На износ Он пробился Ему доверили Несколько раз доверили Кресту стоматолога Он пробился И Бог помазал так Что Заинтересовали себя Так это же врач от Бога Он так почувствовал Все это И Ему стали еще В другом кабинете Предлагать Некоторые часы Это были еще Знаете Кот наплакал Но это были уже Первые опыты Дальше Больше А у него было потом Свое кресло Он Ну снимал его вначале Потом купил Потом Купил второе кресло Не доедали они Но мы Каждую марку Откладывали Купили второе кресло Нанял Просто по вере Не было чем платить Стоматологу другому Он сам Как бы еще Не состоялся Пешком ходил Больше На велосипеде Все Значит Он как бы Принципиально От всего отказывался Ходя В старой одежде Он не был Таким Знаете В малиновом пиджаке Будьте здоровы Знаете Что интересно И Нанял человека И Бог дал клиентов Бог дал Постоянных Некоторых клиентов Он стал В некоторых семьях Врачом И Тот Кого он нанял Ему очень сильно повезло Но я думаю Везение Это есть какая-то Закономерность В этом везении Попался С России Но порядочно Стоматолог Это большая редкость Вообще в Германии Значит И не только К сожалению В Германии Значит И они смогли Подняться Работая вместе На двух креслах В одном кабинете Потом Ну как бы Все было в тесноте Но люди шли Они покупали Людей Как бы Небольшими ценами И хорошим качеством Обслуживанием То есть Надо заработать Было Что-то И о них знали Потом Я не буду вас мучить Расскажу эту историю Финал Он потрясающий финал Он рассказал Что С первых Своих же заработанных В Германии Именно Денег Он десятую часть В синагогу Строго Не доедали Было так Что вообще Напряжено Очень все Ели там В благотворительных Организациях Специалист Врач-стоматолог Ел там В благотворительных Этих столовках Вот Ну нет хорошей жизни Но каждую Лишнюю марку Откладывали Не лишнюю Нет Десятину Потом Когда было Второе кресло у него Было тоже Очень напряжно И еще было Вилами на воде написано Состоится ли бизнес его Но у него была вера Он стал давать Двадцатину Десятину Синагога Десятина На фонд Там Для студентов В Израиле Которые хорошо Учатся С мозгами Ребята Он стал сеять В молодежь Десятину Десятину Туда Потом Когда у него была Своя клиника Он уже Тридцатину давал На открытии Клиники Своей Ну небольшая клиника Это звучит Шикарно Но это была Небольшая клиника Он давал Тридцатину Десять процентов Еще в один фонд Пересылал Жил на Семьдесят процентов Потом Сорок процентов Потом Пятьдесят Когда мы с ним Общались Он сказал так Вот батюшу Хотите верить Хотите нет Живу на десять процентов От того что зарабатываю Тогда были еще Дойче Марки И Не уже Ильев Уже приходили Не помню Ну даже Это было Очень много Для меня Это была Очень большая сумма И на десять процентов Вот так вот Мне и семье И помогаю Еще там Ростникам А девяносто процентов Распределено У него Там фонд ветеранов Допустим Армии Обороны Израиля Десять процентов Идет Инвалидам Помощь Там кто-то еще То есть Благотворительные организации И на десять процентов Живет он Удивительно Я увидел Человека Который Скажу так Я видел разных евреев В своей жизни Но это для меня Большой пример Большой пример Верующего человека Не христианина Да интересующегося Да мы с ним общались И он сказал Признался Такую Вещь Сказал Что Мне было прискорбно Что издали книгу Сто великих евреев В истории Ну вот и Вашему Иисусу Там не отвели Роль вообще Никакую Я даже Позвонил И написал Протест свой Хотя я Хожу в обычную Синагогу Но я понимаю Что этот еврей Переплюнул всех Один из наших Богом стал Да Помните В том Манекдоте Да Вот так Господа Но шутка ли Да Нет Я не знаю Ни одного другого Еврея У которого Порядка Двух миллиардов Последователей Я скажу так Если даже Там допустим Какой-то Заполярье живет Да Чукчев Ждет рассвета Он прочитал Библию Я встречал таких Ненцев Допустим В Ямал-Ненцком В том округе В Иркуте Там в округе Приезжал В суровых условиях И видел этих Покаявшихся людей Которые Ну как сказать Ну мне было сложно Допустим Я Не понимаю Чего это До конца миссионеров Но Бог положенность Когда призывает Бог и брезгливость Убирает Они там всякую дрянь Недят порой с ними Значит там Там такое Там такая Антисанитарная жизнь Такая у них там Но самое интересное Да Женщина отдавала Я думал Это бабушка Думала она у меня Одного раза Два старше Оказывается Она у меня моложе Она Как старуха Я был в шоке Вот это да Оказывается Они там быстро Так стареют Декордируют Вообще Все беззубые Кошмар Вот значит И знаете Живут ужасной жизнью Они живут на таких Недрах Таких Как бы Земля богатейшая Живут как бомжи Ну им там Бросают что-то На подачке Значит они там Радостные Ого там Вездеход какой-то Подавили там Что-то еще Снегоход Ну да копейки Знаете Вот И То есть Снегу по колено Метель Завируха Я в шоке Говорю Братья Что Где Я готов был Я одевался потеплее Но не до такой степени Знаете Говорю Что у вас здесь происходит Завтра уже лето Они мне говорят Братья Знаете Ну посочувствов Мне говорят Знаете Бачку У нас Говорят Июнь Это еще не лето А июль Это уже не лето А все остальное Зима Думаю Да Занесло вас А Братья Но они довольные Какие-то Знаете Такие Как паровозы Я понимаю Что это призвание Я бы Мне кажется Не выйдешь Чтобы там Начинать Низкие калачи Знаете Это как Помню Мать Терезы Знаменитая Кальгусская Праведница Она с сестрами Прокаженные Какие-то там Бомжики В Индии Там вообще Там столько заразы Вообще Один там Знакомый Американец Как-то поехал Там в туалет Вообще зашел Ему ногу отрезали Потом Вот такая зараза Там вообще Там живое Все Живая зараза Вот Поэтому как бы Бомжатник большой По большей части И представляете Себе Сестры Это Тереза Они перевязывали Эти больных Они с любовью Обходили с ними И там были иностранцы Спонсоры Приехали Которые влагоплали Деньги большие И одна из этих Женщин Миллионер Она сказала Что знаете Я даже за миллион баксов Не решилась бы Прикоснуться к этому Человеку И одна сестра Помощница Тереза Сказала такие слова Знаете Госпожа Я бы за миллион долларов Тоже не согласилась бы Прикасаться к этому человеку Но ради Христа Иисуса Я это делаю Есть вера Побеждающая этот мир Есть вера Вера победившая И побеждающая И та которая еще Победит еще этот мир И не раз победит Мы будем уверены Потому что Божье слово Говорит нам Не только о том Что было и есть Но и о том Что будет Мы знаем финал истории Церкви Об этом Это не хочется В конце скользь говорить Это очень важная тема Большая тема Даст Бог раскрою И тоже поговорю об этом В последних временах Израиль и Церковь Наши пути Куда мы денемся Они общие Они общие Один корень Друзья И куда же мы денемся Отец Благословен Ты Царь Вселенный Благословен Ты Владыка Наши Господь Благословен Ты Собравший нас вместе Боже Как птица птенцов Как отец Своих детей Сыновей и дочерей Ты собрал Господь Боже Я благодарен Тебе За тех Кто был вчера Позавчера За тех Кто пришел сегодня Кто нашел время Для того Чтобы услышать Может быть Не очень Такую Информацию Легкую Но полезную Боже Всемогущий Я благодарен Тебе И прошу Тебя Воздай каждому из них Боже Во имя Иисуса Христа Бешем Иишуа Хамашиах Иишуа Машихейну Во имя Иисуса Мессии Боже наш Благодать Твоя Это будет с нами Господь Помоги христианам И Ростову И в целом Южно-федеральном округе Разобраться в этом Непростом вопросе Боже Пусть не проклятина Землю эту сыпется Но пусть Как из рога Забили благословение Пусть Господь Христиане здесь Научится любить Израиль Благоставлять Израиль И как государство И как народ Боже Всемогущий Даже если Не все мы понимаем И не совсем согласны Как люди Как христиане Бог Всемогущий Дай нам смириться Перед Словом Твоим И делать Ту работу Которую мы уже до конца Не понимаем сейчас Но которая Тебе угодна Боже наш Благодать Твоя Да будет с нами В этом вопросе Отец Прошу тебя Во имя Иисуса И этот дух Колдовства Дух оккультизма Дух Антисемитизма Какие бы силы Не стояли за ним Христианские Околохристианские Антихристианские Во имя Иисуса Христа Я лишаю Тебя силы В этом округе Во имя Иисуса Трепещи Аман Твоё место На миселице Во имя Иисуса Мы берём Мечи Слова Божьего У кого какая Рема Молись сейчас Своей Ремой Вспомни Свою Рему Она касается Семьи Финансов Чего угодно Здоровья У каждого Какие-то Свои Ремы Есть Это твой меч Тебе предложат Может быть сейчас На ум приходит Большое снаряжение Не бери Это снаряжение Оно похоронит Себя Не цитируй Не забивай Дьяволу Мозги цитатами Но бери Свою Прощу даже Это кажется Маленькое оружие Ну и что С того дьяволу Но он трепещет Этот Голиаф Рухнет Большие шкафы Громко падают Если Давиды метки И смелы Возьми то оружие Что у тебя есть Твое Не рядись в поддержку Религиозную Не одевайся В то Что ты привык Не повторяй За другими молитвы Их Не делай так Молись своей молитвой Сейчас Молись своим сердцем Молись своей Ремой Бей врага Оружием Которое ты освоил Пусть это Ничтожное оружие Тебе кажется Оно будет метким Это маленькое откровение Кто-то имеешь Ничтожное может быть даже В твоих глазах Оно великое Потому что Немощное человеческое Больше Вражеского мощного Потому что В немощи человеческих Силы Божьи совершаются Бог Отец Направит твой камень Так метко Что эта бронированная машина Рухнет И ты возьмешь Его меч И отсечешь ему Эту голову Во имя Иисуса Христа Отец Бог Святой Я благодарен Тебя Что вчера Была такая Планетарная Общая молитва Межконфессиональная Молитва Против Антисмитизма Против Нацизма Против Расовой ненависти Вражды Отец И ты слышал молитвы Детей своих Очень разных верующих С разным цветом кожи С разными политическими Убеждениями Божи Со своими фобиями Проблемами порой Но Отец Ты видишь нас Детей своих Божи И ты слышишь нас И много может Усиленная молитва Праведного Отец Бог наш Спасибо Именем Твоим Во имя Которое превыше Всякого имени Пред именем Которым Слоняется Всякое Небесное И земное Преисполье Именем Иисуса Из Назовета Иисуса Христа Иисуса Помазанного Да будет Низвержен Колосс Антисмитизма Да будет Поражен Этот всякий Нечисто Отвратительный Дух Который Смущает Сейчас страхами Твой народ Боже Во имя Иисуса Христа Да будет Поражен Враг Оружием Которое Ты дал Нам Слышь молитву Каждого из нас Сейчас Отец Услышь молитву Каждого из нас И дай ему Меткость Давида Дай ему Господь Божья Смелость Голд Дай ему Смелость Господь Которая Которая Боялась Сыграет В этом спектакле Грандиозном Где ты Руководитель Автор сценария Боже Сыграет свою роль Доблестно Те кто полы моют Пусть доблестно Моют полы И совершают спасение Те кто В парламентах Пусть доблестно Сидят в парламентах И говорят правду Те кто В кресле президентском Пусть доблестно Это сделают Пусть те кто Унижен Оскорблен Боже Не оскорбляйте Не унижается Перед большими Не возбушается Перед малыми И Господь Говорит Слово Твоё Отец Во имя Иисуса Христа Бог наш На небесах И на земле Величественное Имя Твоё Отец Боже Ава Отче Не оставь нас Господь Пред противником Нашим Не посрами Народ свой Молящийся Благослови Нас Господь И всякое оружие Которое Пытается Выступать Против Израиля Против еврейского народа Против молящихся Тебе Против христиан Оно не будет успешным Боже наш Во имя Иисуса Христа Отец Спасибо тебе Господь Благословенный Царь Вселенной Благословенный Возлюбленный наш Благословенный Бог Милосердие Утешение Спасибо тебе Господь Этим вечером Боже Посети Господь Сегодня Израиль Прошу тебя Пройди по улице Мерусалима Боже Пройди Господь По улице других городов Боже Пройди Господь Благослови Каждого солдата Армии обороны Израиля Бог Дай ему Мерусалима Дай ему Господь Отвагу Льва Боже Сердце Давида Господь Ты можешь Через малых Казалось бы Простых парней Великим чудеса Делать Отец Боже Благослови Господь Включи еще Один дополнительный Резерв Еврейских мозгов Прошу тебя Господь Соверши это Сегодня Прошу тебя Дай гениальные мысли Какие-то Дай какие-то Особые Стратегические мысли Дай Господь То что ни одна Разведка Не сможет Добыть никогда Дай то что Господь Генералам Стратегию Боже Дай Господь Сверхъестественную Стратегию Твою Отец И всякая Злоба Врага Да захлестнется Господь Во имя Иисуса Христа Отец И прошу тебя Благослови нас Снаряди нас Еще новым оружием Благослови нас Господь Вооружением Своим Боже Новейшим Отец И чтобы мы подросли Чтобы мы владели им хорошо Чтобы мы снаряжены Были в бою И владели хорошо Боже Благодать Твоя Да будет с нами Господь Отец Сущий на небесах Да святится Имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как и на небе Хлеб наш Насущный Дай нам на сей день И прости нам Долги наши Как и мы прощаем Должникам нашим И не веди нас В искушение Но избавь нас От лукавого Ибо Твое И царство И сила И слава Во веке Аминь Шалом